Персиваль демонстрирует несколько забавных движений. Он полон решимости победить гигантскую гору мускулов, но у него нет ни единого шанса. Персиваль расстроен, но его дедушка говорит, что он почти победил его, и его отношение к нему полностью меняется. Старый дедушка моет посуду в озере и думает о том, как сильно вырос Персиваль. Он спешит домой, чтобы напомнить Персивалю о его завтрашнем дне рождения, но Персиваль занят поливом растений. Персивалю скоро исполнится 16 лет, и он просто в восторге от того, что сможет пить пиво, но старый дедушка говорит, что еще слишком рано. Дедушка берет Персиваля на вершину горы, чтобы показать ему мир, и он уверен, что Персиваль готов к кругосветному путешествию. Однако он шокирован, когда Персиваль не проявляет никакого интереса к путешествиям и говорит, что это потому, что ему каждый день весело просто быть дома. Дедушка пытается подбодрить его, указывая на остров небесных людей. Дедушка-великан надеется, что это вдохновит Персиваля, но этого не происходит. Он объясняет, что мир внизу, где они живут, полон захватывающих приключений и тайн. Там есть крутящиеся башни, в которых обитают эксцентричные волшебники, большие пещеры с отверстиями, ведущими в преисподнюю. И леса-лабиринты, из которых никто никогда не сможет выбраться, если заблудится. Дедушка надеется, что Персиваль хотя бы немного взволнован, но его шокировало, что Персиваль просто заботится о том, чтобы поймать немного небесной рыбы вместе со своим дедушкой. В ту ночь старый дедушка объясняет, что отцу Персиваля не терпелось уйти из дома в 16 лет, но Персиваль быстро указывает, что его отец его больше нет в живых. Он задается вопросом, не одиноко ли Персивалю там, но это не так, потому что он живет со своим любимым человеком, со своим дедушкой. Затем Персиваль повторяет поговорку, которую его дедушка всегда произносит, когда напивается, и которая гласит «побеждай зло и помогай слабым». Персиваль обещает защитить своего дедушку, но старый дедушка говорит, что он уже не так силен, чтобы нуждаться в защите. Пока дедушка спит, Персиваль выходит на улицу и думает обо всех приключениях, о которых рассказывал его дедушка. Мы видим, что Персиваль на самом деле так увлечен приключениями, что едва может усидеть на месте. Однако он успокаивает себя, говоря, что ему там хорошо, потому что у него есть дедушка. Он просыпается после того, как заснул на улице, и потрясен, увидев, что к нему приближается кто-то таинственный. Этот человек пришел, потому что на этом его птичий сигнал закончился. Он говорит Персивалю, что ищет человека по имени Варкис, и так уж случилось, что это его дедушка. Этот человек – мой старый друг с тех времен, когда они были святыми рыцарями, поэтому Персиваль указывает ему направление к их дому. Этот человек позволяет Персивалю осмотреть свой корабль, но думает о том, как жестоко поступил Варкис, растя ребенка и скрывая правду. Персиваль разочарован тем, что не может сдвинуть лодку с места, но начинает думать, что этот парень был довольно жутким. У него плохое предчувствие, и он направляется домой. Этот человек привлекает внимание дедушки, но Варкису приходится немедленно защищаться от безумной атаки парня, которая заставляет его пролететь через весь дом. Мужчина указывает, что прошло 16 лет с тех пор, как Варк предал своего хозяина и сбежал. Варкис быстро вовлекает своего человека в бой и обвиняет его в предательстве. Этот парень невероятно силен и наносит сокрушительный удар. Персиваль появляется в самый неподходящий момент и требует рассказать, что этот человек только что сделал с его дедушкой. Этот парень действительно злой, потому что он говорит Персивалю просто стоять в стороне и ждать своей очереди. Персиваль не слушает ни единого слова и сразу же пытается напасть на него. Это бесполезно, так как этот парень может начать мощную атаку одним лишь движением пальца, и он говорит Персивалю, что у него нет дисциплины. Дедушка использует этот момент, чтобы схватить мужчину, и он говорит Персивалю убегать. Персиваль отказывается оставить его там, но мужчина говорит ему не волноваться, так как ни один из них не сбежит. При малейшем движении этот человек проделывает несколько разрушительных дыр в теле Варкиса, а затем использует перекрестную атаку на Персиваля. Персиваль изо всех сил пытается сопротивляться, но это безнадежно. Этого парня зовут Айронсайт, и Варки недоумевает, почему он пришел за ним только сейчас. Айронсайт объясняет, что несколько дней назад было сделано зловещее пророчество. Появление существа, которое приведет их повелителя, короля Артура, к гибели. Их называют четырьмя рыцарями апокалипсиса. Их личности неизвестны, но они не могут с уверенностью сказать, что Варкис не является одним из этих четырех рыцарей. Мужчина уходит, а Варкис извиняется перед Персивалем. Персиваль в слезах извиняется в ответ за то, что не смог защитить его. Варкис хочет, чтобы Персиваль нашел кого-то, кого действительно стоит защищать. Он хочет, чтобы Персиваль доверился своему сердцу и нашел кого-то важного, с кем он сможет идти по жизни. Персиваль думает, что его наказывают за ложь, поскольку правда в том, что он действительно хотел отправиться в приключения. Дедушка говорит, что он солгал, потому что на самом деле был рад, когда Персиваль сказал, что ему не одиноко, потому что они есть друг у друга. Варис падает в обморок, но он поражен, увидев, что Персиваль кажется в порядке после того, как получил столько повреждений. Затем Варис шокирующе раскрывает, что человек, который только что напал на них, отец Персиваля. Персивалю всегда говорили, что его отец умер, когда он был маленьким. Сейчас он думает, что дедушка лжет, потому что не может поверить, что его отец мог сделать с ними что-то настолько ужасное. У дедушки нет времени на объяснение, и он говорит Персивалю, что ему придется снова найти своего отца, если он хочет получить ответы. Он говорит Персивалю отправляться в путь, но Персиваль не хочет, чтобы его дедушка умер. Дедушка говорит ему, что отныне они всегда будут вместе, и он желает удачи своему драгоценному внуку. Варгезе умирает, а Персиваль кричит в агонии. Персиваль хоронит своего дедушку и начинает учиться жить самостоятельно. К сожалению, Персиваль в конце концов найдет подарок, оставленный ему дедушкой, который поможет ему в путешествии, и он прижимает одежду к себе. Персиваль одевается и прощается со своим дедушкой. Путешествие Персиваля начинается немного медленно, но вскоре он отправляется в путь. Некоторое время спустя Персиваль потратил целый день, спускаясь с горы, где они жили, но по-прежнему ничего не видит за облаками. Он поднимался еще несколько часов и радовался, когда почти достиг Британии, но тут же упал. К счастью, его спасла каменная птица, и он пообещал, что больше никогда ее не съест. Но эта штука просто выводит его из себя, так что Персиваль обещает однажды съесть ее снова. Персиваль совершает аварийную посадку и видит животное, которого никогда раньше не видел. Персиваль объясняет маленькому существу, что он взобрался на гору под названием Палец Бога, и это заняло у него два дня. Дедушка Персиваль рассказывал ему о вещах, которые называются деревнями и городами с большим количеством людей, поэтому он спросил маленькое существо, может ли оно отвезти его туда. Существо, похоже, ничего не понимает, но Персиваль все равно следует за ним, потому что ему одиноко. Джесси и Персиваль замечают группу, репетирующую какое-то представление. Девочка, которую позже назвали Кэт, начинает представление, за ней следует мисс Эльва и ее маленькая обезьянка. У них в главной роли выступает парень по имени Донни, но ему неинтересно выступать без толпы. Именно в этот момент они шокированы тем, что Персиваль энергично хлопает в ладоши. Он поражен их игрой и умоляет их повторить это еще раз. Донни пытается заставить Персиваля заплатить за выступление, но Персиваль никогда даже не слышал о том, что такое платить за что-то. Донни заставляет его отдать все это в качестве оплаты и начинает свое выступление с того, что заставляет Персиваля парить в воздухе. Конечно, Персиваль поражен, но Донни на самом деле ведет себя как придурок, заставляя двух своих друзей сбежать вместе с ним. Донни говорит, что он просто учит ребенка, как устроен мир, но Эльва не хочет оставлять бедного ребенка, так как он кажется совсем один. Донни думает, что они зашли слишком далеко, чтобы теперь поворачивать назад, но все шокированы, когда Персиваль мгновенно догоняет их. Персиваль совсем не расстроен и просто интересуется, знают ли они, где он может найти Айронсейда. Они интересуются, не является ли Айронсайт его другом, но Персиваль быстро указывает, что Айронсайт – его отец, который оборвал жизнь его деда. Персиваль даже не уверен, является ли то, чего он добивается местью, но у него определенно есть много вопросов к Айронсайду. Персиваль приходит в восторг, когда слышат о деревне, и они даже предлагают отвезти его туда. Донни не хочет просто взять его с собой бесплатно, поэтому они решают посмотреть, сможет ли Персиваль дать представление. Персиваль пробует использовать лук и стрелы, но каким-то образом умудряется попасть в Донни, когда тот был Кошки решили взять его с собой бесплатно, так как они все равно путешествуют из деревни в деревню, устраивая представление. Персиваль был поражен их магией, но Донни объяснил, что в основном это были просто фокусы, и он терпеть не может полагаться на некачественные способности, чтобы заработать деньги. Кац объясняет, что их команда состоит из тех, кто бросил учебу, чья мечта присоединиться к святым рыцарям была разрушена. Персиваль помнит, что Айронсайт упоминал, что он и в арке раньше были святыми рыцарями, и остальные поражены. Им интересно, из какой страны Персиваль, но он даже понятия не имеет, что это за страна. Как раз в этот момент какие-то незнакомцы отчаянно просят их позвать на помощь, потому что на их деревню напал волк. Донни думает, что они сами смогут прогнать волка, но мгновенно меняет свое мнение, когда они прибывают и обнаруживают ужасающего гигантского волка. Донни говорит, что они ничего не могут сделать для деревни, но все шокированы, когда Персиваль начинает действовать. Персиваль помнит слова своего дедушки о том, что нужно всегда побеждать зло и помогать слабым, так что именно это он и делает. Он говорит волку приготовиться стать его обедом, но все стрелы Персиваля полностью не попадают в цель и вместо этого возвращаются прямо к нему. Волк собирается убить его, но Донни неожиданно возвращается, чтобы спасти его. Донни испытывает сильную боль, но он винит Персиваля в том, что тот заставил его стать героем. Он предупреждает Персиваля, чтобы тот убегал, так как волк собирается прикончить его, но все ошеломлены, когда Персиваль останавливает его. Персиваль мгновенно вырубает гигантского монстра одним ударом, повергая всех в трепет. Мы видим, что у волка была метка, как у птицы, которую мы видели ранее, а маленькое розовое существо, похожее на лесу, видело все. Мы также видим, что какой-то рыцарь был поражен этим зрелищем и решил, что он будет действовать следующим. После этого Эльва помогает Персивалю привести себя в порядок и приходит в ужас от его шрамов, которые еще даже не успели зажить. Она объясняет, что святые рыцари обладают магической силой, которую они используют для защиты королевства и его народа. И она думает, что у Персиваля может быть все необходимое, чтобы стать одним из них. Они увидели, как он бросился спасать деревню. Все празднуют своего спасителя на небольшой вечеринке, но никто из них даже не слышал об Айронсайде. Персиваль расстраивается, но ошеломлен, когда плавающий человек говорит, что ему знакомо это имя. Эта ночь наступила после уничтожения его волка-фамильяра и после того, как он услышал сообщение о том, что Варгис и его внук потерпели поражение. Эта ночь удивлена, увидев, что Персиваль все еще жив и понимает, что его отец действительно заботился о нем в конце концов. Рыцарь грубо спрашивает о его дедушке, поэтому Коц требует, чтобы тот извинился. Этот парень святой рыцарь, поэтому он легко отгоняет кошек. Это черный рыцарь по имени Пеллигард, и он товарищ Айронсайде и Варкейса. Пеллигард восхищается тем, что Персиваль его не боится, но Персивалю неинтересна болтовня, и он дает парню пять секунд, чтобы тот сказал ему, где находится Айронсайд. Эти пять секунд проходят безрезультатно, поэтому Персиваль бросается на него. Пеллигард ошеломлен, увидев, что Персиваль бросает ему вызов голыми руками и поражен, когда ему удается отбросить его назад во всей своей тяжелой броне. Парень соглашается сказать Персивалю все, что тот захочет, если тот выиграет, но если он проиграет, то заберет Персиваля с собой. Он видит потенциал Персиваля и хотел бы сам его тренировать. Персиваль ведет себя более вызывающе, чем когда-либо, так как не собирается идти с ним и клянется выиграть бой. К сожалению, этот парень намного сильнее Персивали и легко остановит его. Пеллигард говорит Персивалю, что если он не собирается сражаться с оружием, то ему лучше начать использовать свою магию, но Персиваль показывает, что у него нет никакой магии. Пеллигард задается вопросом, не переоценил ли он мальчика и решает быстро закончить бой, ударив его в живот. Избиение не прекращается, так как Персиваль отказывается сдаваться. Донни пытается броситься на помощь своему новому другу, но Эльва останавливает его, так как это только ухудшит ситуацию. Какой-то молодой парень в толпе боготворит спасителя своего города и уверен, что его новый герой не проиграет. Персиваль вдохновлен мальчиком и каким-то образом умудряется оттолкнуть рыцаря назад. Персиваль даже не понимает, как ему это удалось, и все шокированы, когда магия начинает струиться из его рук. Персиваль понятия не имеет, что происходит, и даже начинает волноваться, потому что это кажется таким странным. Он отчаянно пытается снять его и случайно отправляет рыцаря обратно в полет. Донни объясняет, что это должно быть магия Персиваля и убеждает его использовать ее, чтобы победить Пеллигарда. Персиваль честный парень, поэтому он просит разрешения использовать свою магию в бою, так как ранее он сказал Пеллигарду, что у него нет никакой магии. Он разрешает это, и они оба решают не сдерживаться. Персиваль должен быстро увернуться от огненного шара Пеллигарда, и Донни потрясен, так как его магия намного сильнее, чем даже у их лидеров. Персиваль не выживет, если он попадет в него, поэтому он отчаянно уворачивается. Пеллигард призывает его начать атаку, поэтому Персиваль начинает с того, что отбрасывает огненный шар в сторону. К сожалению, он все равно попадает в него, и Пеллигард объясняет, что его пламя сжигает цель дотла. Если он не отменит заклинание, оно никогда не погаснет. Он требует, чтобы Персиваль сдался, но Персиваль терпеть не может проигрывать. Пеллигард ошеломлен, когда Персиваль использует свою магию, чтобы защитить свое тело, но говорит ему, что уже слишком поздно, так как он получил слишком много повреждений. Именно в этот момент повсюду начинают появляться маленькие миньоны, и Пеллигард задается вопросом, не создает ли Персиваль их неосознанно. Маленьким ребятам удается прервать заклинание Пеллигарда, и Персиваль, к своему удивлению, начинает исцеляться. Пеллигард понимает, что Персиваль использует редчайший вид магии, который не подходит ни под одну категорию. Это не тип разрушения, не тип заклинания, не тип вырождения и даже не тип исцеления. Он не уверен, но он думает, что это может быть тот, который, как говорят, принадлежит одному из десяти людей. Это называется магией героического типа. Пелегард боится, что другие придут за Персивалем, если узнают, поэтому он не может этого допустить. Персиваль хочет продолжить борьбу, поскольку все начинают верить, что он может победить, и Пелегард объясняет, что хочет тренировать его больше, чем когда-либо. Пелегард льстит Персивалю, осыпая его похвалами, но объясняет, что на самом деле у Персиваля нет шансов на победу. Донни тоже это понимает, поэтому он поднимает Пелегарда в воздух, чтобы Персиваль мог убежать. Пелегарду надоели эти игры, и он взрывает все вокруг. Он готовится прикончить Персиваля, но между ними оказывается маленькая рыжая лисичка, которую он видел ранее. Пелегард пытается прогнать его, но его оглушает, когда он телепортирует свою жертву в безопасное место. Донни указывает, что они были телепортированы на вершину хребта безумно большого дракона в 30 милях от их деревни, поэтому Персиваль хочет поскорее вернуться. Лиса шокирующе говорит им, что деревня будет в безопасности, так как рыцарь просто хотел, чтобы они вернулись. Он объясняет, что Пелегард служит злому королю и является частью группы, которая преследует четырех рыцарей апокалипсиса. Этих четырех рыцарей на самом деле еще не существует, но они появятся в недалеком будущем. Лис получил приказ от группы, которая выступает против них, и объясняет, что на самом деле он только что нашел одного из четырех рыцарей. Четыре рыцаря – это голод, мор, война и смерть. Это четыре святых рыцаря, которые уничтожат мир четырьмя бедствиями. Затем Лис оглушает их обоих, когда открывает, что Персиваль – один из этих четырех рыцарей апокалипсиса. В другом месте Пелегард присоединяется к собранию святых рыцарей, где им говорят, что они опознали четырех рыцарей апокалипсиса как маленьких мальчиков. Один из них – мальчик, обладающий золотой магической силой. Другой – мальчик со святостью и злом в глазах. Один – большой загадочный мальчик с неопределенной внешностью, а другой – мальчик с зелеными волосами, похожими на перья. Айронсайд не верит своим ушам, когда слышит это, и их лидер объясняет, что они должны найти четырех рыцарей для своего короля. Несмотря ни на что, они должны добраться до них первыми и быстро избавиться от них. Пелегард сообщает Айронсайду, что Персиваль все еще жив, поэтому Айронсайд задается вопросом, покончил ли он с собой. Пелегард считает, что это было бы пустой тратой времени и предпочел бы сделать Персиваля своим союзником и хорошо его обучить. Оренси нападает на него, но Пелегард отказывается сражаться. Оренси указывает на то, что Пелегард не понимает, что происходит. Персиваль – это не просто угроза их королю, он собирается в конечном итоге уничтожить весь мир. Розовая лиса говорит Персивалю то же самое, но Персиваль просто говорит, что он просто не уничтожит мир. Он объясняет, что после того, как он побьет своего отца, он просто отправится в приключения, чтобы исследовать таинственное место, о котором ему рассказывал дедушка. Он не станет святым рыцарем и не уничтожит мир. Лиса рассказывает, что отец Персивали и его товарищи находятся вместе под названием Камелот. Это королевство было разрушено во время священной войны с кланом демонов 16 лет назад. Достаточно было одного удара короля демонов и все было уничтожено без следа. Донни объясняет, что Камелота больше не существует, поэтому Персиваль говорит маленькому лисенку, чтобы тот убирался во своясе, так как он не пойдет с ним. Лис уверяет его, что Камелот действительно существует, но объясняет, что путешествие туда очень трудное. Персиваль мгновенно меняет свое мнение, потому что это звучит как приключение и лис представляется как син. Они втроем отправляются в путешествие, но вскоре проголодались, и Персиваль решает устроить соревнование, кто найдет лучшую добычу. Донни берет лук и стрелы Персиваля, но это нормально, потому что Персиваль находит для себя интересное место для охоты. Донни довольно плохо целится из лука и обнаруживает, что попал стрелой в гигантскую монахиню. Донни извиняется, но монахиня говорит, что все в порядке, так как она закричала только потому, что была напугана. Как раз в этот момент какие-то парни, похожие на феи, срочно сообщают гиганту, что в ущелье Эха появился человек в странном шлеме. Донни понимает, что речь идет о Персивале, и феи объясняют, что ущелье когда-то было прекрасным местом. Однако сейчас оно превратилось в кошмар наяву. Затем мы видим, о чем именно они говорили, поскольку Персиваль сталкивается с несколькими монстрами, но он быстро справляется с ними. На самом деле он действительно счастлив, так как вся добыча сама идет к нему, так что он уверен, что выиграет соревнование. Как раз в этот момент он слышит, как кто-то зовет на помощь. В соседнем доме мы видим, что какого-то маленького клоуна-монстра связывают и допрашивают. Какой-то ребенок решает, что это маленькое существо будет его подопытным кроликом для каких-то экспериментов, и малыш зовет на помощь. Персиваль приходит на помощь, но в итоге получает по морде куском дерева. Маленький монстр нетерпеливо просит Персиваля освободить его, и тот мгновенно улетает. Персиваль поражен видом сказочного монстра, которого он никогда раньше не видел и теряет сознание. Донни и его новые друзья отправляются на поиски Персиваля, и великан объясняет, что какой-то парень использовал странное лекарство, чтобы сделать всех живых существ в ущелье жестокими. Этот парень очень расстроен из-за Персиваля и хочет, чтобы он занял место монстра в качестве подопытного кролика. Этот парень известен как безумный травник по имени Носин. Друзья Персиваля добрались до входа в ущелье, но феи боятся, что они могут опоздать. Однажды они видели злого травника в действии, поэтому Дэнни говорит, что им нужно поторопиться. Персиваль просыпается, что очень странно для нарождающегося, так как он должен был пролежать без сознания не менее 10 часов. Персиваль требует, чтобы ему вернули его одежду, которую ему подарил отец, поэтому мальчик показывает, где она лежит. Все, кроме его шлема и плаща, уже практически уничтожено. Однако шлем и плащ – это магические предметы, обладающие сильной магической силой. Натан, не теряя времени, вводит Персивалю эту смесь. Должно пройти около часа, прежде чем она начнет действовать, но Натан просто очарован, когда она действует мгновенно. Персиваль уверен, что этот парень злой, так как он собирался навредить той фее. Но Натан объясняет, что эта фея ворвалась в его дом и напала на него первого числа. Персиваль убежден, что у Натана изо рта пошла кровь, потому что он укусил фею, но это не так. Натан приходит в восторг, потому что Персиваль – идеальная морская свинка, и у Натана снова начинается кровотечение изо рта. Когда он волнуется, он прикусывает губу, это просто привычка Натана с детства. Персиваль считает, что ему следует избавиться от этой привычки, и Натан говорит, что его сестра говорит то же самое. Когда мы возвращаемся в группу Донни, их преследуют жестокие монстры. Донни называет Натана злом за то, что он стал причиной этой проблемы, но великан расстраивается и говорит, что Натан не такой. Натан планирует отпустить Персиваля после того, как он попробует последнее лекарство, но если он приготовит неправильную смесь, то Персиваль потеряет свою жизнь. Натана трясет, и он объясняет, что у него есть миссия, которую он должен выполнить. У Персиваля тоже есть миссия, поэтому он вырывается на свободу, но Натан не готов отпустить его. Натан обещает не лишать его жизни, но эти двое начинают драться. Персиваль предлагает ему помощь, если ему это понадобится, но Натану просто нужны подопытные для его лекарств. Единственная причина, по которой он не проводит испытания на себе, заключается в том, что если он покончит с собой, то не сможет спасти ущелье. Шлем Персиваля слетает, когда его волосы отрастают, что позволяет ему получить лекарство, но он отказывается отдавать его обратно. Затем он шокирует злого ученого, когда выпивает лекарство самостоятельно. Персиваль корчится от боли, и Натан пытается заставить его выплюнуть его обратно. Персиваль всегда заставляет нас гадать, хотя он говорит, что чувствует, как сила разливается по его телу, и теперь у него бесконечное количество энергии. Он выбегает на улицу, чтобы сказать какую-нибудь глупость, и его друзья решают, что с ним должно быть все в порядке. Натан не может поверить в то, что он только что сделал, а Персиваль говорит, что это было простое решение – выпить лекарство, так как Натан просто пытался спасти ущелье. Очевидно, что лекарство действует, поэтому Натан с потрясением выпивает его залпом. Как раз в этот момент появляется Донни и интересуется, что Персиваль сделал с ребенком. Фея не верит, что Натан пытается спасти ущелье, но он шепчет имя Ордо. Ордо – старый аптекарь, который когда-то жил там. Он был добр ко всем в ущелье и заботился о них, когда они были ранены. Они нашли молодую великаншу по имени Долорис и молодого человека Насана. Ордо научил Насана всему, что он знает, но однажды он просто пропал без вести. С того дня Насан начал проводить странные эксперименты. Неподалеку маленький оранжевый монстр планирует уничтожить весь лес и он шокирующе спрашивает Ордо, согласен ли он. Натан просыпается и срочно хочет распространить свое лекарство по всему ущелью. Появляются какие-то феи, которые нападают на него и обвиняют Натана в том, что Ордо ушел. Они обвиняют его в попытке разрушить ущелье и говорят ему уходить. Персиваль заступается за него и говорит маленьким придуркам, что Натан на самом деле пытается спасти ущелье. Именно в этот момент сила начинает ослабевать и животные начинают исчезать. Натан понимает, что у него нет времени, поэтому он должен использовать лекарство. Персиваль указывает на то, что его не осталось, но Натан удивительным образом создает его из своего тела. Натан рассказывает, что после того, как он проглотил яд, он передает его своему организму и тогда он может свободно создавать и смешивать свой собственный. Его магия называется смешивать яд и он говорит всем прикрывать рты. Нарождающийся создает туман из своего лекарства, который разносится ветром и ущелье удивительным образом начинает оживать. Нарождающийся называет Ордо своим дедушкой и вспоминает уроки, которые ему преподали. После этого Персивалю делают свежую стрижку, а Долорис шьет ему кое-какую одежду. Феи извиняются перед нарождающимся, но он все прекрасно понимает, поскольку обезумевшие монстры были побочным эффектом его лекарства. Никто не знает, почему ущелье было королем на первом месте, но как только Ордо исчез, что-то начало пожирать жизненную силу всего сущего. Найсенс говорит феям, что Персиваль это тот, кого следует поблагодарить, поэтому они восхваляют его и ребенок впитывает все это. Как раз в этот момент появляется отвратительный монстр и Натан может сказать, что это Ордо. Это определенно отвратительное существо, но Персиваль просто завидует, что дедушка Натана в три раза больше, чем был его дедушка. Натан хочет знать, что случилось, но Долорис не дает ему подойти слишком близко. Ордо выпускает туман, из-за которого лес начинает гнить, поэтому Натан умоляет его остановиться. Натан пытается напомнить Ордо, что он любил ущелье, но теперь он монстр и хочет уничтожить его. Ордо планирует уничтожить ущелье Натана, и Персиваль не может этому помешать, но Долорис появляется как раз вовремя. Она пытается напомнить Ордо, что они семья, но монстр поражает ее своим ядом, причиняя серьезный ущерб. Как раз в этот момент появляется фея из прошлого, и все они понимают, что именно она преобразила Ордо. Она сделала это потому, что сказала, что Ордо грешник, и он должен искупить свои грехи, уничтожив ущелье. Ордо готовится поглотить Натана, но Персивалю удается остановить это. Натан начинает терять надежду, но Персиваль хватает его за руку и говорит, что они снова будут вместе с его дедушкой. Злая фея приказывает Ордо пуститься на утек, но тут же получает стрелу в голову и исчезает. Никто не знает, откуда прилетела стрела, но Ордо рушится, и перед ними появляется святой рыцарь. Это янтарный рыцарь и зовут его Телескер. Телескер говорит им, что если они смогут нанести ему хоть один удар, то он расскажет им о грехе, который совершил Ордо. Если им каким-то образом удастся победить его, то он вернет Ордо обратно. Син предупреждает Натана, чтобы он не поддавался на насмешки Телекера, но уже слишком поздно. Натан использует свою способность наносить яд на свои кинжалы, и Персиваль тоже решает сражаться. Персиваль уверенно пытается активировать свою магию, но вместо этого ему удается лишь выпустить немного газа. Натан пытается атаковать самостоятельно, но их противник святой рыцарь и использует безумную атаку, которая вызывает град. Персивальу удается спасти его, но Телескер заставляет Ордо вступить в бой. Он пытается заставить Ордо прикончить Натана, но Персиваль снова вмешивается. Персиваль призывает Ордо вспомнить о своей семье и объясняет, что Натан так усердно работает, чтобы защитить ущелье ради него. Талискер приказывает Ордо покончить с их жизнями, но Ордо перестал его слушать, так как, кажется, приходит в себя. Талискер решает просто отправить их всех на тот свет своей следующей атакой. Син, как ни странно, не возражает против такого исхода событий, но Персиваль – герой. Он поднимается в небо и жертвует своим телом, чтобы уничтожить весь град. Персиваль серьезно ранен, и Талискер задается вопросом, не сошел ли парень с ума. Персиваль говорит Натану, что они вернут его дедушку, несмотря ни на что, так что надежда Натана возродилась. Талискеру надоели эти игры. Он готовится к следующей атаке, но останавливается, когда из тела Персивали исходит огромная энергия. Талискер никогда не видел такой неструктурированной магии, и Персиваль удивительным образом исцеляется от всех повреждений. Донни понимает, что это гораздо более сильное волшебство, чем в прошлый раз, и никто не может понять, что происходит. Талискер использует еще одну мощную атаку, но магия Персиваля просто поглощает ее и выплевывает обратно в Талискера. Талискер начинает по-настоящему раздражаться, но Персиваль говорит ему, что он собирается победить его, чтобы Ордо мог вернуться к нормальной жизни. Талискер атакует своим оружием, но это бесполезно, и теперь очередь Персиваля. Талискер не боится, так как Персиваль безоружен, но Персиваль поднимает руку с помощью своей магии и дает Талискеру хорошую затрещину. Попадание означает, что Талискер должен объяснить, почему он преобразил Ордо. Ордо помогал всем в лесу, но Талискер объясняет, что спасение рас, которые не являются людьми, является грехом. Лорд Талискера, Артур, хочет, чтобы человечество жило в мире и никакая другая раса не угрожала ему. Талискер предупреждал Ордо остановиться, но тот этого не сделал, поэтому Талискер наказал его. Он превратил его в монстра, движимого стремлением к разрушению и обязанностью угрожать миру. Талискер хотел, чтобы он уничтожил ущелье, поэтому Ордо использовал свой яд, чтобы изгнать всех животных. Для Талискера этого объяснения достаточно, поэтому он использует свою магию, которая управляет погодой. Его удар молнии попадает в Персиваля, но это только выводит его из себя. Персиваль нападает на него с помощью своей магии, теперь уже молниеносный, и указывает на то, что он тоже потерял своего собственного дедушку без какой-либо причины. Талискер потрясен тем, что Персиваль забрал его магию молнии и только сейчас понимает, что этот ребенок – зеленоволосый рыцарь апокалипсиса. Талискер уклоняется от атаки и осознает, как ему повезло. Если он сможет уничтожить Персиваля, то пророчество о конце света для короля Артура исчезнет навсегда. Син открывает Персивалю, что его магия формирует все, что у него на уме, поэтому он должен представить себе оружие, которое уничтожит Талискера одним выстрелом. Талискер использует свою самую мощную атаку, но она напоминает птицу, с которой Персиваль очень хорошо знаком. Персиваль создает нож, похожий на тот, которым он разделывал птицу, и использует его, чтобы отразить атаку. Талискер совершенно ошеломлен и не может поверить, насколько силен один из четырех рыцарей апокалипсиса. Персиваль превращает свою магию в метательный снаряд, и битва наконец окончена. Никто не может поверить в то, что они только что увидели, и они понимают, что Персиваль уничтожил священную ночь вместе с горой. Битва окончена, но Персиваль даже не знает, как избавиться от своей магии. Донни думает, что на них напал гигантский зомби, но это всего лишь Далорис. Они не могут понять, как она до сих пор жива, но Син объясняет, что великаны обладают способностью превращать свои тела в металл для самозащиты. Она, должно быть, воспользовалась им прямо перед нападением, и время ее реакции говорит о том, что у нее обширная боевая подготовка. Хотя дела обстоят не очень хорошо, поскольку у Натана сохранились воспоминания о том, как Ордо обещал спасти каждую расу. Натан не выдерживает и говорит, что он так старался защитить ущелье, потому что Ордо так сильно его любил. Персиваль извиняется за то, что не смог сдержать свое обещание вернуть Ордо к нормальной жизни, но Син находит то, что уронил Талискер. Син уничтожает это, и Ордо волшебным образом возвращается в нормальное состояние. Нисен безудержно рыдает, и они наконец-то воссоединяются. После этого Донни высмеивает Нисена за то, что он плачет, как маленькая девочка. Он быстро понимает, что ведет себя грубо, хотя когда Персиваль говорит, что это естественная реакция, так как Ньон должен снова увидеть своего дедушку. Син объясняет, что вещь, которую он сломал, была посохом Хааса. Эти посохи наполнены хаотической силой, и король Камелота раздает их своим рыцарям. Именно в этот момент Персиваль объявляет, что принял решение. Сначала он думал, что все, чего он хотел, это избить своего отца, но все просто изменилось. Теперь Персиваль тоже хочет победить короля Камелота. Он никогда не хотел, чтобы кто-то прошел через то, через что прошел он сам, и сыну нравится видеть эту решимость. Персиваль помнит, что у них было соревнование, но ни один из них не принес свою добычу. Лисенок рассказывает, что ему удалось поймать какого-то злобного кролика, и напоминает им обоим, что победитель может отдать один приказ проигравшим. У Сина, похоже, плохие намерения, но Персиваль предполагает, что он хочет, чтобы они выловили из него блох. Как раз в этот момент появляется Натан, и Шокли хочет пойти с ними. Натан в долгу перед Персивалем за то, что он спас их, и Орден велел Натану отправиться познавать мир. Син думает, что его магия и знания ядов могут быть им полезны. Донни не думает, что это хорошая идея, но Син напоминает ему, что он должен подчиняться его единственному приказу. Долорис очень расстроена уходом Натана, но Бордо отмечает, что у Натана наконец-то появился человек, которого он может назвать другом. Наша группа отправляется в путешествие и сначала направляется в город Систана, чтобы найти транспорт. Впереди, в Систане, мы видим, что там проходит вечеринка, и там находится Айронсайт. Он что-то ищет в городе, но герцог Калден говорит ему, что ничего не найдено. У его дочери есть какая-то способность, которая позволяет ей понять, что ее отец лжет, но ее больше волнует Айронсайт. Айронсайт говорит, что хочет спасти город, но девочка может сказать, что в его словах нет ни единого слова правды. Ее зовут Энн, и Айронсайт хотел бы, чтобы она познакомилась с его сыном. Она была в шоке, так что Айронсайт просто сказал, чтобы она продолжила поиски фрагмента гроба вечной тьмы. В другом месте Персиваль пытается командовать своими маленькими приспешниками, но они его не слушают. Однако Натан обнаруживает, что если он отравит одного из многочисленных Персивалей, тот изменит цвет. Затем Персиваль показывает Аураборису разделочный нож, который подарил ему дедушка. Судя по тому, как он может расти, это явно волшебный меч, но Персиваль все еще думает, что это нож. Персиваль объясняет, что он ничего не знает о жизни своего дедушки как святого рыцаря, и это еще одна причина найти Айронсайда в Камелоте. У нарождающегося есть свои сомнения по поводу существования Камелота, но Персиваль говорит, что он доверяет Сину, и он не стал бы лгать. Ребята хотят, чтобы Син использовал сферу телепортации, чтобы перенести их в королевство Леонесс, чтобы им не пришлось идти пешком, но это был его последний шанс. Натан знаком с бусиной заклинаний и объясняет, что ее создал один из легендарных рыцарей семи смертных грехов по имени Мерлин. Это шары с различными магическими эффектами. Рот Натана наполняется кровью, когда он взволнованно объясняет, что Мерлин написал книгу о ядах. В конце концов они добираются до Систаны, и маленькие приспешники Персиваля странным образом убегают. Они заставляют Персиваля что-то выкопать, и Син потрясен, когда понимает, что это такое, прежде чем он успевает что-либо сказать, и велит им закопать это обратно в землю. Однако, если они планируют отдать его определенному рыцарю, то ей придется избавиться от них. Донни пытается объяснить, что это было обнаружено случайно, но она им не верит, нападает на них и не слушает ни единого их слова. Она планирует забрать предмет силой, но Персиваль просто отдает его ей. Персиваль говорит, что это действительно был несчастный случай, и девочка использует на них свою способность. Она видит, что все они что-то скрывают, но она потрясена, когда видит, что в Персивале нет ничего фальшивого или скрытого. Син хочет побольше узнать о рыцаре, о котором она упоминала, но тут появляется служанка. Она впадает в панику и прячет предмет под плащ Персиваля. Она велит ему никому его не показывать, но шокирует всех, когда говорит ему позаботиться о том, чтобы рыцарь по имени Айронсайт никогда его не увидел. После этого Син объясняет, что это волшебный предмет из легенды, который был создан великаном. Он впервые видит такой предмет, и это часть гроба вечной тьмы. Персиваль не слушал ни единого слова и просто хочет найти Айронсайда с тех пор, как девочка упомянула, что он там был. Син успокаивает его, указывая на то, что драка там может навредить жителям деревни. Есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, и они должны убедиться, что волшебный предмет действительно существует. В другом месте Энн пытается объяснить своему отцу, что Айронсайду нельзя доверять. Ее отец знает о ее способностях, но ему не нравится, что она ими пользуется, потому что это опасно. Халдин объясняет, что Айронсайд сражался бок о бок с ее матерью, защищая людей, поэтому они должны просто доверять ему и повиноваться. Он также боится того, что сделает Айронсайд, если они ослушаются его, поэтому он решил не подвергать горожан опасности. Анна заявляет, что она станет святым рыцарем и сама будет защищать людей. Она говорит своему отцу, чтобы он перестал быть комнатной собачкой Айронсайда, но он просто дает ей пощечину. Халдин отправляется на встречу с Айронсайдом, и мы видим, что наши герои наблюдают за ними. Персиваль не может сдержать свой гнев, и его нужно удержать от нападения. Айронсайд обращается к толпе и приводит ее в ужас, говоря, что их городу что-то угрожает. Он показывает артефакт, и наши мальчики могут сказать, что он только мешает им обрести покой. Син объясняет, что если он достроит артефакт, то для них всех все будет кончено. Этот предмет был создан для того, чтобы украсть клан демонов, а клан богини пожертвовал собой, чтобы запустить его. Сейчас поблизости нет богинь, так что Айронсайд должно быть планирует принести в жертву горожан, чтобы активировать его. Персиваль уже готов избить его, но Син снова успокаивает его. У них есть недостающий фрагмент артефакта, поэтому им нужно покинуть город с этим фрагментом. Персиваль не хочет уезжать после того, как он так усердно трудился, чтобы найти Айронсайда, но Син указывает, что сейчас он ему не равня. Айронсайд говорит толпе, что если он сможет завершить работу над артефактом, то проведет ритуал, который защитит Систану от катастрофы. Он говорит, что королевство Лайонес собирает ужасных демонов, чтобы стереть Британию с лица земли, поэтому все по-настоящему злятся на королевство. Однако появляется Энн и шокирует всех, обвиняя Айронсайда во лжи. Айронсайд говорит, что она просто молода и говорит глупости, но Энн раскрывает свои способности перед всеми. Айронсайд планирует наказать ее за ложь, а Син хочет сбежать, пока они спорят. Остальные соглашаются, но остолбеневают, когда Персиваль подскакивает и приказывает Айронсайду остановиться. Айронсайд понимает, что Персиваль хочет отомстить за Варкис, но потом задается вопросом, не пытается ли мальчик забрать гроб. Персиваль использует своих приспешников, чтобы отвлечь Айронсайда и убегает с Энн. Айронсайд наносит серьезный урон, пытаясь остановить их, и объясняет, что ему все равно причинил ли бы он боль Энн, поскольку он просто считает ее достойной жертвой. Донни задается вопросом, не стоит ли им вернуться, чтобы помочь Персивалю, но Син объясняет, что им нужно получить магический предмет первого уровня. К сожалению, они обнаруживают, что этот предмет у горничной Энн. На самом деле она фамильяр Айронсайда, и она улетает. Появляется Персиваль и становится ясно, что Айронсайд должно быть все это время наблюдал за Энн. Айронсайд больше не нуждается в Колдине, поскольку он завершает работу над артефактом. Син объясняет, что артефакт нуждается в кровавом жертвоприношении. Они должны уничтожить гроб или забрать одну из частей, чтобы остановить это. Айронсайд готовится провести ритуал прямо сейчас, поэтому они все решили действовать сообща, чтобы остановить его. Син говорит, что он пойдет готовиться ко всему, что может произойти, но Энн чувствует, что он что-то скрывает. Син говорит Персивалю, чтобы он даже не смел пытаться всерьез сражаться с Айронсайдом. Каким бы сильным Персиваль себя не считал, Айронсайд в 10 раз сильнее его. Их миссия начинается, и Энн благодарит Персиваля за то, что он помог ей раньше. Персиваль объясняет, что Айронсайд оборвал жизнь его деда, а Энн говорит, что Айронсайд хотел выдать ее замуж за своего сына. Энн предполагает, что его сын такой же плохой, как и он сам, и ребята смеются, зная, что Персиваль его сын. Вернувшись домой, Айронсайд начинает петь, и гроб начинает светиться. Ритуал начинает усиливаться, и из земли вырывается черная субстанция. Черная субстанция проникает в город, где мы видим, что одна из них превращает первое, к чему прикасается, в монстра. Выпадает еще больше черной субстанции, так что статуи и весь дом превращаются в отвратительных монстров. Айронсайд говорит своему фамильяру по имени Дарак, что он будет командовать хаотическими мертвецами, и его цель принести в жертву всех горожан. Наша группа в ужасе от того, что так много монстров собирают жертвы, но Персиваль уверен, что Син что-нибудь придумает. Им просто нужно побеспокоиться о том, как остановить Айронсайда, но Энн показывает, что Син в чем-то ему лжет. Она может сказать это благодаря своим способностям, но Персиваль все еще доверяет Сину. Остальные тоже доверяют маленькой лисичке, но Энн думает, что они просто слишком доверчивы. Энн находит своего отца без сознания, и Айронсайд задается вопросом, чего хочет Персиваль. Он говорит, что обычно он просто уничтожил бы Персиваля, но сегодня вечером он занят. Персиваль требует, чтобы Айронсайд прекратил ритуал, но Айронсайд приводит их в ужас, когда показывает им хоть немного своей силы. Они знают, что должны попытаться атаковать, но их тела не двигаются. Самое страшное, что они могут сказать, что Айронсайд не колеблясь ни секунды покончил бы с их жизнями. Однако Персиваль не испугался и прыгнул вперед, чтобы нанести магический удар рукой бога. Айронсайд остановил атаку, едва успев пошевелиться, а Дэнни была ошеломлена, так как именно эта атака уничтожила Телескера. Айронсайд считает, что было бы глупо со стороны Персиваля пытаться сразиться с ним, и Натан напоминает Персивалю, для чего они здесь. Персиваль посылает своих маленьких Персивалей за гробом, но это бесполезно. Айронсайд хочет знать, что они пытаются сделать, но Персиваль отказывается говорить об этом своему отцу-бездельнику. Айронсайд расстраивается, и всем приходится уворачиваться, когда он использует мощную атаку. Айронсайд в очередной раз говорит Персивалю, что ему не хватает дисциплины, и требует, чтобы он уважал его как своего отца. Энн шокирована, когда ребята рассказывают ей о семейных проблемах Персиваля, и Донни думает, что им нужно сбежать. Он говорит, что на самом деле они не имеют никакого отношения к городу, и Энн к удивлению соглашается. Это проблема всего города, поэтому она считает, что ей следует самой разобраться с Айронсайдом. Натан слишком хорошо знает, каково это хотеть защищать родину, и он решает остаться. Донни даже не колеблется и убегает, потому что не хочет умирать. Персиваль поступает наоборот, бросаясь прямо навстречу опасности, и он предупреждает Айронсайда, что уничтожит гроб, если тот не остановится. Айронсайд снова демонстрирует свою безумную силу пальцев, но Персиваль уворачивается. Он говорит остальным, что прижмет Айронсайда к земле, чтобы они могли уничтожить гроб. Внушающий ужас рыцарь легко останавливает Персиваля, но он очень впечатлен. Айронсайд готовится покончить с жизнью своего сына, но тетя останавливает его. Айронсайд смеется над девочкой, которая думает, что может сделать с ним все, что угодно, но она старается изо всех сил и заявляет, что станет святым рыцарем, как ее мать. Айронсайд, похоже, просто играет с ней и уничтожает ее одежду. Однако эта цыпочка настроена серьезно, поэтому она срывает с себя испорченное платье, и Персиваль восхищается ее героическим поведением. Айронсайд признает ее мужество, но он серьезный женоненавистник и говорит, что ее храбрость слишком хороша для девушки. Он впечатлен тем, что она смогла хотя бы поцарапать его, но он готов прикончить ее. К несчастью для него он начинает терять сознание, и Натан обнаруживает, что он наложил парализующий эффект на меч Энн. Айронсайды начинают по-настоящему раздражать все эти недисциплинированные сопляки, и он приходит к выводу, что все они отчаянно хотят ощутить вкус отчаяния. Айронсайд готовит странную атаку, и все впадают в панику, включая отца Энн. Айронсайд активирует мощное заклинание, и его разрушение видно издалека. Донни бежит по городу, но повсюду полно монстров. Ему нужно побыстрее выбраться оттуда, но он слышит, как какой-то маленький ребенок зовет на помощь. Донни хочет, чтобы кто-нибудь уже помог ей, и он думает о том, чего бы хотел от него его дядя. Вернувшись в горы, Энн не может понять, почему ее отец пожертвовал собой ради нее, и он просто объясняет, что это потому, что она его дочь. К счастью, она понимает, что Персиваль использует своих мини, чтобы защитить его, и то же самое касается Нейсонов. Они отчаянно ищут Персивали и обнаруживают, что он в руках Айронсайда. Айронсайд благодарит Персиваля за защиту своих друзей, но он знает, что если позволить Персивалю вырасти, он станет страшной угрозой. Персивалю совершенно наплевать на то, что говорит этот придурок, и он просто хочет знать, почему Айронсайд оборвал жизнь его дедушки. Айронсайд объясняет, что он должен был это сделать, даже если существовала лишь небольшая вероятность того, что Варкис был частью четырех ночей апокалипсиса. Но это еще не все, так как Айронсайд по-настоящему разозлился и рассказал, что Варкис забрал что-то дорогое для него и сбежал. Попытка Энн спасти Персиваля провалилась, но она напомнила Персивалю о гробе. Однако Железнобокий не дает ему напасть на него. Персиваль требует, чтобы он прекратил ритуал, но вместо этого Айронсайд пронзает своим клинком руку Персиваля. Айронсайд должно быть один из худших отцов на свете, когда он двигает своим мечом в руке Персиваля. И пытается заставить Айронсайда остановиться, напоминая ему, что Персиваль его сын, но это не срабатывает, и он вселяет страх в самую ее душу. Айронсайд переживает старые добрые времена, когда он был ужасным отцом, и Энн умоляет его остановиться, пока Персиваль не умер. Айронсайд объясняет, что как только ритуал будет завершен, Лайнус рассыплется в прах. И когда он позаботится о Персивале, четыре рыцаря Апокалипсиса никогда не составят полноценную группу. Помощники Персиваля пытаются защитить и исцелить его, но Железнобокий сокрушает их. Он думает, что это глупая магия, но она идеально подходит для такого неудачника, как Персиваль. Натан умоляет Айронсайда остановиться, но уже слишком поздно, так как Айронсайд вонзает свой меч в Персивале. Затем многие Персивали исчезают, а Натан ломается, так как он ничего не смог сделать, чтобы помочь. Хладнокровный и бездушный Айронсайд рад, что пророчество от Фортнайта до Апокалипсиса больше не сбудется теперь, когда Персиваля больше нет. Айронсайд просто возвращается к завершению ритуала и приказывает монстрам уничтожить весь город, чтобы принести жертвы. Натан подтаскивает Персиваля поближе, а Айронсайд говорит им просто разойтись по домам. Натан отчаянно пытается дать Персивалю один из своих ядов, но это бесполезно. Энн все же забирает его у него и вгоняет в горло Персивалю. К сожалению, затолкать его ему в глотку не получается, и Энн указывает на то, как ужасно, что жизнь Персиваля оборвалась от рук его собственного отца. Айронсайд больше даже не обращает на них внимания и продолжает требовать жертв от монстров. Вернувшись в город, девочка, которая раньше умоляла о помощи, больше не боится. Оказывается, Донни поднял монстра в небо и сказал девочке, что он все исправит, прежде чем он упадет обратно. Мама девочки считает, что Донни святой рыцарь и уверена, что он спасет город. Затем мы видим, что Донни спешит обратно на гору, и он решил, что там слишком много монстров, так что он не сможет убежать. Он мысленно ходит взад и вперед, так как боится, что Айронсайд убьет его, но он не хочет подводить его новые друзья. Донни понимает, что ему не нужно сражаться с Айронсайдом, ему нужно только достать гроб. Он обретает еще больше уверенности в себе, потому что рядом Персиваль, и когда он рядом, все всегда получается хорошо. Как раз в этот момент появляется малыш Персиваль, и все, кто находится внутри, потрясены тем, что Персиваль каким-то образом обрел частичку волшебства. Это должно быть невозможно, так как он уверен, что именно он оборвал жизнь Персиваля. Для этого парня это не имеет большого значения, так как он может легко повторить это с помощью простой атаки. Взрыв получился мощным, но тело Натана защитило Персиваля. Айронсайд понимает, что парализующее зелье сильно повлияло на точность его магии, поэтому он говорит Натану убраться с его пути. Натан отказывается и продолжает защищать Персиваля от атак Айронсайда. Натан объясняет, что он все еще не вернул свой долг Персивалю, так что все не может так закончиться. И неожиданно появляется другая мини, нападает на Айронсайда и говорит, что Персиваль пока не может умереть, так как она никогда не встречала кого-то с таким, не лжет и не хитрит, как он. Надежда его друга, похоже, начинает действовать, поскольку появляется все больше мини Персивалей. Нейтан продолжает восхищаться тем, как Персиваль спас всех в лесу и называет его своим героем. Кажется, это действительно помогает, когда появляются мормоны и Персиваль начинает светиться. Айронсайд отрезает часть волос Эн, но предупреждает ее, что следующей будет ее голова. Именно в этот момент Айронсайд ошеломлен, увидев, что магия Персиваля усиливается сама по себе. Но это не единственный сюрприз, когда появляется Донни и повторяет слова Персиваля, сокрушай зло и спасай слабых. Нейтан удивляется, почему он вернулся, а Донни говорит, что это просто потому, что у них там Персиваль. Он удивляется, почему он такой маленький, но так оно и есть, но все в шоке, когда мини Персивали размножаются повсюду. Они покрывают всех, но никто не понимает, что происходит. Айронсайд решает просто атаковать все подряд, и отец Эн в шоке, когда все уходят. Айронсайд действительно начинает понимать, насколько опасным может быть Персиваль и решает покончить с ним раз и навсегда. Затем мы видим, из-за чего он расстроен, ведь Персиваль поднял всех на небо. Персиваль рассказывает всем своим друзьям, что слышал, как они звали его в темноте. Это его магия, но он благодарен им за то, что они дали ему силы использовать ее. Они все верили в него, и эти чувства придавали ему силы. Персиваль помнит, как его дедушка хотел, чтобы он нашел кого-то, чьему сердцу он мог бы доверять, и он говорит ему, что нашел их. Айронсайд в полном недоумении и задается вопросом, что же это за сила такая. У Персиваль есть еще одно воспоминание о его дедушке, и он называет свою магию так же, как когда-то называл его дедушка, Хоуп. Айронсайд потрясен, услышав, что Персиваль способен превращать чувство надежды людей в свою собственную силу. Он явно недооценил своего нежеланного сына, но объясняет, что даже если Персивалю удастся выиграть немного времени, ничего не изменится. Город скоро погибнет, и ритуал начнется. В городе людей терроризируют, и все монстры полны решимости активировать гроб вечной тьмы любой ценой. Один бедный парень вот-вот станет пищей для монстров, но таинственный человек спасает его. Этот парень начинает наносить серьезный урон своей уникальной атакой, и Дерак замечает это. Айронсайд закончил подготовку к ритуалу, но Дерак должен объяснить ему, что таинственный злоумышленник уничтожает мертвых одного за другим. Об этом парне нет никакой информации, поэтому Дерак отправляется противостоять ему, но у головореза Айронсайда ничего хорошего не выходит. Наши герои задаются вопросом, не пришла ли на помощь какая-нибудь группа святых рыцарей, и Дэнни предполагает, что Сину удалось подняться на ноги. Персиваль объявляет об их победе, и Айронсайду ничего не остается, как уступить. Этот ужасный отец говорит своему оставшемуся без отца отпрыску, что он уверен, что Варки сгордился бы им. Мальчик-сирота быстро указывает на то, что Айронсайд лишил жизни его деда, поэтому Айронсайд объясняет, что ему приказали это сделать. Айронсайд, кажется, почти раскаивается в содеянном и даже указывает на то, что дважды пытался устранить своего собственного сына. Несмотря на то, что они встречаются всего во второй раз, Айронсайд говорит, что это будет последний раз, когда они когда-либо увидят друг друга. Он будет наказан за провал своей миссии, поэтому его казнят. Айронсайд просит Персиваля прийти к нему, чтобы он мог в последний раз увидеть лицо своего любимого сына перед смертью, но Энн использует свою способность видеть, что Айронсайд лжет. Очевидно, никто не мог догадаться, что этот злобный отца-убийца лжет, поэтому Энн предупреждает Персиваля, что Айронсайд просто хочет его убить. Айронсайд становится все более раздраженным из-за Энн и просто выходит и говорит Персивалю, что хочет покончить с ним. Айронсайд использует свою ужасающую перекрестную атаку, но Персивалю удается увернуться от них всех. Его друзья поражены его скоростью, но Персиваль благодарен их чувствам за то, что они дали ему эту силу. Айронсайд, кажется, не может нанести ни одной атаки, и он понимает, что это потому, что его тело все еще немного онемело. Затем Персиваль использует дренную силу дружбы и сбрасывает маленькие бомбы Персиваля, чтобы создать дымовую завесу. Персиваль пытается нанести удар, но Айронсайд легко угадывает его движение. Ситуация действительно опасная, поэтому Персиваль помнит, как Син предупреждал его не пытаться драться с Айронсайдом ни по какой причине. Остальные отмечают, что их передвижение ограничено, пока Айронсайд находится рядом с гробом, поэтому им нужно придумать, как увезти его подальше от этого места. Персивалю приходит в голову идея, и он обращается к своему верному другу Донни. Персиваль готовится к новой атаке, но Айронсайд напоминает ему, что у него нет шансов победить его. Персиваль прекрасно понимает, что не сможет победить его в бою, но его цель совсем в другом. Айронсайд был потрясен, когда Персиваль атаковал гроб своим клинком. Гроб раскололся на части, и Донни удержал часть от падения, так как все, что им нужно сделать, это держать одну часть подальше от Айронсайда, чтобы остановить ритуал. Шлем Айронсайда разваливается на части, и мы впервые видим непутевого отца Персиваля. Этот злобно выглядящий чувак объясняет Персивалю, что он еще не победил. Все, что Айронсайду нужно будет сделать, это покончить со своей жизнью вместе со всеми своими друзьями и собрать гроб заново. Даже если этот город не принесет тех жертв, в которых он нуждается, в Британии их будет гораздо больше. Айронсайд готовится покончить со всеми своими жизнями, но какой-то парень, одетый как золотой трофей, прибывает, чтобы остановить его. Сэра Мерцающего много на самом деле зовут Мартлок, и Айронсайд требует, чтобы он отпустил его. Хотя Мартлок довольно спокойный парень и понимает, как должно быть расстроен Айронсайд. Его ритуал был нарушен, и он обязан не дать сбежать одному из четырех рыцарей апокалипсиса. Мартлок рассказывает, что настоящая проблема заключается в таинственном человеке, который появился в городе. Айронсайд вызвал мертвых монстров высокого уровня, но этот таинственный парень мгновенно уничтожил их всех. Мартлок опасается, что если такой зверь действительно существует, то это, несомненно, один из легендарных героев семи смертных грехов. Либо он, либо кто-то, обладающий не меньшей боевой мощью. Все были шокированы, услышав эти слова, и Айронсайд согласился, что для них было бы лучше уйти. Наши герои рады, что все закончилось, но они едва могут пошевелиться. Персиваль не может поверить, что он чуть не умер, но остальные отмечают, что он действительно умер во второй раз. Донни считает, что они хорошо справились с железной стороной, но Энн отвергает эту идею. Если бы Персиваль не вернулся, они все были бы мертвы. Персиваль, который всегда видит в этом светлую сторону, объясняет, что они победили, потому что все они работают сообща. Энн идет поприветствовать своего отца и признается, как должно быть ужасно для него было подчиняться приказам наших сотрудников. Вскоре после этого появляется Синн, и все задаются вопросом, кого же Синн послал, чтобы помочь им спасти город. Все они надеются, что это был один из семи смертных грехов. Но Синн раскрывает, что это были его лесные приятели. Он может сказать, что он лжет, но Персиваль полностью ему верит. Персиваль переполняет энергией, и он замечает, что его плащ, который раньше делал его похожим на птицу, вернулся в нормальное состояние. Натанс указывает, что должно быть именно его магия преобразила его, но у Персиваль серьезные проблемы с психикой, и он не может ни на чем сосредоточиться. Все рады видеть, что с ребенком все в порядке, даже после того, как ему пришлось подраться с собственным отцом, и Персиваль убегает, чтобы заняться очень важным делом. Некоторое время спустя, когда Персиваль остается совсем один, он начинает плакать, думая о том, что его отец так похож на его дедушку. В другом месте Айронсайда ругают за его неудачу. Король Артур разочарован, но хочет, чтобы Айронсайд отправил сообщение тем, кто победил его. Если они хотят уничтожить короля, то пусть попробуют. Артур объясняет, что это был их лучший шанс уничтожить Лайнуса, самую крупную силу противника на данный момент. Айронсайд не ищет оправдания и просто готовится к наказанию. Артур очень уважает его за это и без колебаний причиняет этому парню невообразимую боль. Затем Артур объясняет свою цель. С незапамятных времен человечество всегда оказывалось втянутым в войны с другими биологическими видами и сильно страдало из-за этого. Король Артур хотел создать страну, где не было бы боли, печали и где никто не подвергался бы какой-либо угрозе. Именно поэтому он построил Камелот. Он хочет освободить всю Британию, но между семью смертными грехами и этими новыми четырьмя ночами апокалипсиса его желание не может сбыться. Айронсайда мучили весь этот разговор, и Артур заканчивает его напоминанием Айронсайду, чтобы он больше не подводил его. Артур объясняет, что никто в этом мире не ценит его больше, чем он сам, и он освобождает своего Айронсайда от бесконечной боли. Айронсайд потрясен тем, что онемение, которое он чувствовал, исчезло, и Артур указывает, что он удалил яд, который Натан ввел в его тело. Айронсайд клянется найти Персиваля, чтобы отомстить, но Артур хочет попросить его о еще более важном одолжении. Артур объясняет, что они продолжают проигрывать сражение, потому что у их противника есть видение, и он смотрит на Мерлина, ожидая согласия. Единственный способ узнать о будущем – это перехватить его. Их противник будет ожидать, что они попытаются завладеть видением. Получить его будет нелегко, так что Артур не об этом просил. Айронсайд был шокирован его настоящей просьбой найти ему невесту. Вернувшись в Систану, отец Анны благодарит наших героев за спасение их города. Разрушенные дома можно восстановить, и самое главное, что они не потеряли ни одного жителя. Син говорит всем, что его лесные приятели, вероятно, где-то завтракают, но все хотят, чтобы он просто сказал им, кто на самом деле пришел на помощь. Затем отец Энн рассказывает, что он знает Айронсайда, потому что Айронсайд был знакомым его жены. Они оба были святыми рыцарями, служившими при короле Артуре, и его жена никогда не говорила ничего плохого об Айронсайде. Она описывала его как честного человека, постоянно стремящегося творить добро. Никто не может в это поверить, поскольку Айронсайд в наши дни явно злой человек. У отца Энн есть к ним еще одна просьба, но его прерывает Энн, которая начинает все больше походить на бульму из Dragon Ball Z. Она серьезнее, чем когда-либо настроена стать святой рыцарь, но борьба с Айронсайдом открыла ей глаза. Она только сейчас осознала, как сильно ей не хватает опыта и силы, поэтому она хочет отправиться в приключения. Энн хочет стать кем-то, кто сможет защитить то, что ей дорого, даже если она останется одна. Ее отец не разрешает ей путешествовать одной, но наш мальчик Персиваль подходит и просит ее поехать с ними. Это устраивает всех, так что Энн соглашается поехать с ними. Ее отец плачет из-за того, что у Энн так много общего с матерью, но Энн отмечает, что у нее его брови. На самом деле это не так, и они сердечно прощаются. Когда начинается их путешествие, Син показывает, что понятия не имеет, что пытается сделать Айронсайд. Но одно можно сказать наверняка, однажды Айронсайд снова предстанет перед ними. Затем Син должен сказать юному герою, чтобы он перестал быть таким мрачным, поняв, что его отец хочет покончить с ним. Потому что он один из четырех рыцарей апокалипсиса, которые собираются уничтожить мир. Мир. Син утверждает, что ему следует направить свою негативную энергию на то, чтобы стать сильнее. Он достаточно силен, чтобы отправить в полет своего отца и судьбу. Персиваль воодушевлен и заявляет, что пока он вместе со всеми, он чувствует, что может стать самым сильным человеком, который когда-либо существовал. Остальные намного опережают его, поэтому Персиваль бросается догонять всех своих друзей. Энн, похоже, считает себя главной героиней, поскольку она празднует начало своего славного пути к тому, чтобы стать святым рыцарем. Дэнни прерывает ее маленькую вечеринку, чтобы напомнить ей, что ее отец должен был предоставить им транспорт для спасения города. Дэнни очень расстроен, потому что их транспорт оказался какой-то нелепой лошадью. Энн называет его грубияном, потому что эта нелепая лошадка по имени Сильван на самом деле была ее лучшей подругой с детства. Все начинают жалеть ее, потому что должно быть трудно заводить друзей, когда у нее есть способность видеть, когда человек лжет. Персивалю всегда нравится поддерживать позитивный настрой и напоминать ей, что теперь они все друзья. Персиваль пытается поиграть в игру, чтобы узнать, сможет ли она определить, лжет ли он, но после шутки о коротких ножках лошади Персиваль получает удар ногой в лицо. Все ребята мечтают, чтобы у них была повозка, а не просто лошадь, но Энн предупреждает, что оставит их здесь, если они будут продолжать ныть. Несколько мгновений спустя именно она начинает ныть, потому что ее подруга лошадь слишком устала, чтобы поспевать за мальчиками. Син вздыхает по поводу разочаровывающей лошади, но Сильван обращается к нему, чтобы узнать, нет ли у него какой-нибудь проблемы. Маленький лис никогда не приукрашивает ситуацию и говорит Сильвану, что он превратит его в шашлык из конины, если он будет продолжать их тормозить. В то время как Сильван трясется от страха и спрашивает, куда они направляются. Она приходит в настоящий восторг, услышав, что они направляются в королевство Леонис, потому что это родина самых известных святых рыцарей во всей Британии. Но что еще более важно, их правитель – король Мелиот, предводитель семи смертных грехов. Поразительно, что Персиваль ничего о них не знает, поэтому они задаются вопросом, не провел ли он под скалой всю свою жизнь. Все объясняют, что несмотря на то, что их заклеймили как предателей королевства, эта группа спасала Леониса бесчисленное количество раз. Это группа святых рыцарей, которые победили короля клана демонов в священной войне. А затем она показала свое великое сокровище – плакат с изображением Мелиодуса, объявленного в розыск. Восхищаясь этим парнем, она поняла, что они еще не выбрали лидера для своей группы. Нашего мальчика Персиваля даже не учили, что такое лидер, поэтому Энн объясняет, что это тот, кто объединяет команду. Персиваль, безусловно, самый сильный среди них, но она считает его скорее талисманом. Нейтан больше стратег, и она видит в Донни только приманку. Он справедливо расстраивается, но Энн решает, что она действительно единственный кандидат на должность лидера. Все просто соглашаются с этим, но Персиваль считает, что лидером должен быть Донни, поскольку именно его все благодарили, когда уезжали из города. Энн очень расстраивается и спрашивает, не хочет ли Донни тоже стать святым рыцарем, но он отрицает это. Синн называет всех идиотами и говорит им, что пришло время обсудить их план. Чтобы добраться до Леониса, им нужно пересечь горный хребет Делфеер. Так что сначала они подготовятся в ближайшем городе. Энн настаивает, чтобы они просто пересекли горы прямо сейчас. Но Синн показывает, что это место царство тьмы. Почти никому не удается перебраться через горы живым. Она соглашается, и Персиваль приходит в восторг от того, что направляется в настоящий большой город. В одном баре в городке Кант какой-то парень сильно напился, и рабочий пригрозил выгнать его вон. Однако босс боится этого парня и говорит своим подчиненным, что они дураки, если не боятся его так же сильно. Это потому, что этот человек – великий святой рыцарь Леониса по имени Хаузер. У Донни осталось воспоминание о том, как Хаузер учил его и еще одного ребенка по имени Эдлин драться. Эдлин был лучшим бойцом, чем Донни, и Хаузер всегда учил их никогда не сдерживаться. Мальчики были в восторге, услышав, что Хаузер считает, что они совершенствуются, но объяснил им, что для того, чтобы стать святым рыцарем, требуется нечто большее, чем навыки владения мечом и магия. Все дело в том, как они используют эту силу, но Хаузер обещал научить их и этому тоже. Группа наконец прибывает в город Кант, но он больше похож на странный форт. В городе Насон заходит в кузницу, чтобы посмотреть, могут ли они делать что-нибудь из стекла, так как ему нужны несколько бутылочек с лекарствами. Энн отправляется за покупками одежды, а Донни заходит в таверну, чтобы выпить. Персиваль слышит вдалеке радостные возгласы и понимает, что это место, где они проводят что-то вроде матча по сумо. Синн все еще стоит у входа и кричит на свою команду, так как им нужно найти место для ночлега. В конце концов, они находят жилье, но все их деньги у Энн, так как она не доверяет их человеку и зверю. Все мальчики думают, что она в туалете, но на самом деле она просто ходила по магазинам. Энн попросила своих подчиненных помочь ей, но Персиваль думает, что она имеет в виду, что ей нужно помочь вытереть задницу. Им всем интересно, что она делала, и она напоминает им, что они должны быть готовы к переходу через горы. Она рассказывает, что купила все необходимое, но это всего лишь куча милых старых вещей. Энн также купила всем одежду и гордится тем, что оставила им три серебряные монеты. Синн, однако, приходит в ярость, потому что ей не хватает 20 серебряных монет, чтобы оплатить гостиницу. И не только это, Синн дал ей 10 золотых монет, которых достаточно, чтобы обставить целый дом. Синн ругает ее за то, что она является жалким подобием лидера, так как из-за нее им придется ночевать в палатке. Все очень расстроены, но наш мальчик Персиваль любит ходить в походы. Энн сейчас расстроится и отправится за своими деньгами, забрав Персиваля с собой. Мальчики идут выпить, а сын отправляется на прогулку. В таверне Донни отстреливает парня, который насмехается над ними за то, что они пьют эль посреди дня, но Донни потрясен, узнав, что это Хаузер. Хаузер пьян до потери сознания и разочарован тем, что Донни сбежал с тренировки «Святая ночь», чтобы стать бродячим артистом. Он задается вопросом, не является ли пьянство частью поведения Донни, но Донни объясняет, что он просто взял небольшой перерыв. Донни говорит Натану, что Хаузер – святой рыцарь, а также брат его покойной матери. В другом месте теневой работник, которого мы видели ранее, рассказывает своему таинственному боссу, что их цель разделилась на две группы. Он объясняет, что Хаузер сейчас разговаривает с одной из них, но скорее всего скоро потеряет сознание. У этого таинственного парня, похоже, дурные намерения, поскольку он говорит своему головорезу, чтобы тот хорошо провел время с их целью. В другом месте мини-конь сочувствует Сину за то, что ему пришлось вести их группу до самого Леониса. Син очень расстроен и объясняет, что никогда не думал, что это будет так сложно. Вернувшись на матч по сумо, толпа взревела, когда появился новый чемпион. Выигрыш огромен, и мы видим, что Энн выиграла целую кучу денег. Все зрители просто ошеломлены тем, что Персиваль стал их самым сильным соперником. Персиваль всегда демонстрирует отличное спортивное мастерство и благодарит всех своих побежденных соперников за то, что они играли с ним. Вернувшись в таверну, Донни спрашивает своего дядю, как поживает его старый друг Эдлин. Хаузер отказывается отвечать, потому что он не разговаривает с трусами, которые бросают свои тренировки. Натан спрашивает, что там делает такой великий святой рыцарь, как он, но он также не разговаривает и с любителями. Донни случайно роняет обломок гроба Вечной Тьмы и поднимает его очень небрежно. Хаузер очень переживает из-за этого и задается вопросом, откуда Донни его украл. Донни отрицает, что украл его, но Хаузер отчетливо помнит, что Донни обычно крал монеты из его кошелька. Хаузер задается вопросом, понимает ли Донни вообще, что это такое, но Донни вроде как знает, как это должно запечатывать демонов. Хаузер дает ему хорошую затрещину и объясняет, что если это попадет не в те руки, Леонис будет уничтожен. Хаузер считает, что он был дураком, когда думал, что на Донни можно положиться. Этот парень действительно нагнетает обстановку и говорит, что такой бесхребетный ребенок как Донни никогда не сможет защитить что-либо или кого-либо. Хаузер рад, что Донни отказался от идеи стать святым рыцарем, и он уверен, что мать Донни плачет на небесах. Нейтан заступается за него, но тут вмешиваются другие члены группы. Донни выбегает из комнаты, а Хаузер забирает все деньги и еще один выигрыш от пари. Хаузер предполагает, что именно они влияют на Донни, но тут вмешивается Натан и требует, чтобы Хаузер все вернул. Натан называет Хаузера пьяницей, и Персиваль задается вопросом, действительно ли этот парень ударил Донни. Персиваль очень расстраивается, когда Хаузер признается в этом, а все пьяные идиоты в баре рвутся в драку. Хаузер отказывается драться с ребенком, но у Нейтана есть другой способ уладить дело. Наш мальчик Натан просто сумасшедший, раз предлагает поиграть в выпивку. Они будут пить по очереди, и тот, кто упадет первым, проиграет. Хаузер уже немного пьян, но это все усложняет, учитывая, что Натан еще ребенок. Они начинают встречаться, но Хаузер утверждает, что никто никогда не побеждал его в драках или выпивке. Натан продолжает поединок, но шепчет что-то Персивалю и Энн. Он объясняет, что во всем городе есть что-то странное. Сначала он думал, что в этом нет ничего особенного, но теперь он становится все более и более уверенным в этом благодаря нескольким подсказкам. В магазине, куда он зашел, были товары по одинаковой цене, несмотря на то, что все они были совершенно разными. В кузнице продавалась куча вещей с королевской эмблемой. Они добавляются к специальным заказам, которые не выставляются на обычную продажу. Натан считает, что все должно быть украдено, но это еще не все. Он задается вопросом, действительно ли все эти люди там живут. Именно тогда и Персиваль оба падают в обморок. Хаузер хвалит Натана за острый ум, но, к сожалению, он понял все слишком поздно. Таинственный парень, которого мы видели ранее, приезжает и говорит Хаузеру, что он выбрал неправильное место для отпуска. Хаузер разочарован, узнав, что слухи оказались правдой и этот человек стал главарем бандитов. Натан задается вопросом, кто он такой, и Хаузер дает шокирующий ответ. Этот человек – Эдлин, его ученица и старая подруга Донни. Эти бандиты захватили город и нападают на всех проезжающих через него путешественников. Они забрали все оружие Хаузера из его гостиницы, но Хаузер называет их всех сборищем идиотов. Этот парень сумасшедший, потому что у него нет страха, и он указывает им, что взять оружие великого святого рыцаря Хаузера недостаточно, чтобы победить его. Натан в восторге от того, что Хаузер даже не вздрогнул при виде этих парней и более чем когда-либо уверен в том, что он великий святой рыцарь Леониса. Бандиты кажутся напуганными, но Эдлин показывает, что Хаузер уже проиграл. Именно в этот момент Хаузер неожиданно падает в обморок. Эдлин прекрасно знает, сколько Хаузер способен выпить, поскольку ему много раз приходилось выносить его из баров. Бандиты планируют продать их всех в рабство, но Натан суверенно отвергает эту идею. Он создает туман, который вырубает всех, и Эдлин понимает, что он использует какую-то магию. Нейтан просто хочет забрать своих друзей и уйти, но Эдлин показывает, что он завладел Персивалем. В конечном итоге это всего лишь уловка, и Эдлин вырубает Натана. В другом месте Донни ругает себя за то, что убежал от Хаузера, и шокирован, увидев Эдлина. Эдлин ведет себя как хороший парень и показывает, что он порвал с Хаузером. Донни потрясен, узнав, что Эдлин отказался от своей мечты стать святым рыцарем, и Эдлин спрашивает его, не хочет ли он присоединиться к команде и получить хорошо оплачиваемую работу. Донни указывает на то, что святые рыцари работают не только ради денег, но Эдлин повторяет, что ему абсолютно наплевать на святых рыцарей. Эдлин объясняет, что все, что нужно сделать Донни, это представиться местным жителям в деревне и забрать у путешественников их деньги и имущество. Донни думает, что он просто шутит, но Эдлин совершенно серьезен и показывает, что на его стороне могущественный союзник. Донни отвергает предложение, решив вместо этого отправиться на поиски своих друзей, но Эдлин показывает, что он забрал всех спутников Донни. Эдлин указывает, что никто не знает Донни лучше, чем он сам, но этот парень допустил серьезную ошибку, так как Донни пришел в ярость. Донни обещает, что заставит Эдлина сожалеть всю свою жизнь, если он причинит боль своим друзьям и скажет ему, что он изменился. Эдлин громким свистом подзывает своего ужасающего союзника и объясняет, что он совсем не изменился, он просто нашел свое предназначение. В другом месте друзей Донни бросают в камеру. Этот тупой бандит решил, что гроб это мусор и швырнул его прямо в Персивале. Охранники уходят, но мы видим, что там есть кто-то еще. Нейтан надеется, что Донни поймет, что они пропали, но Хаузер указывает, что Донни слишком эгоистичен и он никогда не придет. Как раз в этот момент появляется хозяин таверны и начинает их выгонять. Он впечатлен тем, что Натан все еще стоит на ногах после такого количества выпитого. Поэтому Натан объясняет, что его организм может нейтрализовать любой яд, который он принимает внутрь. Парень вытаскивает их и напоминает Хаузеру, что он его старый друг по имени Тезу. Тезу пытается вернуть своего старого друга к трезвости и объясняет, что скоро весь город будет уничтожен. Хаузер предполагает, что это произойдет из-за Эдлин, но тизер показывает, что это нечто худшее. Снаружи мы видим, насколько ужасен союзник Эдлин, поскольку это древний дракон. Эдлин каким-то образом удалось приручить этого зверя, так что Дэн не убегает так быстро, как только может. Персиваль и Энн в конце концов просыпаются, но Энн не может понять, почему Хаузер там с ними. Она приходит к выводу, что он напоил ее, чтобы продать, или что еще хуже, сам планировал совершить что-то ужасное. Хаузер объясняет, что ему не нравятся такие отвратительные девушки, как она, но Персивалю надоело, что Хаузер оскорбляет его друзей. Персиваль планирует заставить его заплатить за то, что он задел их чувства, но Хаузер объясняет, что он просто говорил правду. Персиваль затыкает ему рот, но Натан останавливает его. Энн хочет, чтобы он снова ударил Хаузера ради нее, но Натан показывает, что Хаузер – великий святой рыцарь Леониса. Этот великий святой рыцарь чувствует себя неважно и его рвет повсюду. Снаружи Эдлин приказывает своим головорезам схватить Донни, но просит их не причинять ему вреда. Бандиты понимают, что не хотят рисковать и решают просто убить Донни в любом случае. Эдлин приказывает дракону вернуться в свое гнездо, но он колеблется. Затем мы видим, насколько злой Эдлин, когда он угрожает причинить вред нерожденному ребенку дракона. Дракон улетает, а люди Эдлин прибывают, чтобы объяснить, что они не смогли найти Донни. Эдлин задается вопросом, не ослепли ли они, и мы видим, что Донни ударился сам. Жуткие головорезы все равно предпочли бы попробовать своих пленников на вкус, но Эдлин говорит чудакам просто продолжать искать Донни. Головорезы неохотно соглашаются, но, похоже, у них другие планы. Тезу рассказывает остальным о том, какой потерянной казалась Эдлин, когда он впервые увидел его. Эдлин возглавил группу бандитов, и бандиты указали, что Эдлин управляет ими с помощью страха. Он не только силен, но и обладает мужеством. Эдлин в одиночку отправилась в драконьи гнездо и даже украла яйцо. С тех пор дракон выполняет все просьбы Эдлин, и Тезу предполагает, что это потому, что это последнее яйцо, которое когда-либо достанется старому дракону. Натан предполагает, что Хаузер пришел туда после того, как услышал слухи об Эдлин, но он говорит Натану, что это не его дело. Натан понимает, что что-то не так. Драконьи яйцо может вылупиться в любой момент, и это разрушит план Эдлин. Нейтан абсолютно прав, так что электрошокер показывает, что яйцо, которое носит Эдлин, поддельное. Хаузер объясняет, что Эдлин использует магию репликации. Он способен создать идеальную подделку с точки зрения внешнего вида. Натан понимает, что должно быть именно так Эдлин обманула его в таверне. Тезу рассказывает, что их дракон, похоже, начинает понимать, что к чему, и это только вопрос времени, когда он это поймет. Тезу хочет, чтобы Хаузер остановил Эдлин, но он думает, что Эдлин заслуживает того, что с ним произойдет. Тезу предупреждает, что дракон – это не единственное, о чем Эдлин должна беспокоиться, это еще и бандиты. Эдлин не позволяет им причинять вред женщинам и детям, и в конце концов отпускает всех. Бандиты сыты им по горло, а Эдлин просто заблудившийся ребенок. Снаружи мы видим, что бандиты вырубили Эдлин. Он просыпается и обнаруживает, что бандиты-идиоты планируют захватить мир с помощью драконьего яйца. Они отказываются отдавать его обратно, но на самом деле это не имеет значения, так как позади них появляется дракон, и бандиты от страха выбрасывают яйцо. Оно падает прямо перед Сином, и копия уничтожается. Разъяренный дракон приходит в неистоство и наводит ужас на всех. До непонятия не имеет, что происходит, но становится совершенно ясно, что ситуация становится опасной. Эдлин отчаянно пытается найти безопасное место, но дракон находит его и выпускает свое огненное дыхание. Син может чувствовать Персиваля, поэтому он хочет пойти к нему, но ему интересно, почему именно люди всегда доставляют неприятности. Внутри себя Хаузеру прямо отказывается помогать, но все слышат странный шум. Тезу находит ужасно расположенную потайную дверь и попадает в комнату, где находится настоящий ребенок дракона. Они удивлены, увидев, что он уже вылупился, но у него явно не все хорошо. Тезу объясняет, что Эллен просто не хотела возвращать его дракону в таком состоянии. Но Энн указывает, что это типичный сценарий плохого парня, который на самом деле является хорошим парнем. Натан пришел к выводу, что в таком состоянии дракон не протянет больше трех дней и дал ему какое-то лекарство. Приходит Син и сообщает, что он вообще не видел Донни. Хаузер называет Донни трусом и предполагает, что он просто бросил всех своих друзей. Персиваль заступается за Донни и говорит Хаузеру, чтобы он оставил Донни в покое в гробу, когда вернется. Персиваль и Энн отправляются на его поиски, и Хаузер вспоминает о своем прошлом. Это было в тот день, когда Донни бросил тренировки, и он был очень зол на себя за то, что у него не было такой магической силы, как у Хаузера. Хаузер пытался убедить его остаться, но Донни признался, что на самом деле он просто не хочет умирать. Именно поэтому Донни и ушел, так что Хаузер в ярости из-за этого. Снаружи дракон продолжает все разрушать. Эдлин в конце концов падает и задается вопросом, действительно ли он так умрет. Именно в этот момент он испытывает шок, когда начинает парить, и Донни показывает, что он это делает. Эд приходит к выводу, что ничего из того, что он делает, никогда не получается. Он потерпел неудачу и как герой, и как злодей. Донни шокирует его, когда он признается, что отказался от карьеры артиста и решил снова начать тренироваться в священную ночь. Эдлин напоминает ему о его страхе смерти, но Донни объясняет, что он нашел друзей, ради которых готов рискнуть своей жизнью. Мы видим, что эти его друзья относятся к нему так же, как Персиваль относится к Донни. Донни говорит Эдлин, чтобы она доверяла ему, и они вдвоем бросаются к его друзьям. Как раз в этот момент дракон замечает их и наносит сокрушительный удар. Персиваль признает, что дракон должно быть расстроен из-за того, что у него отняли яйцо, но мы видим, что он использовал свою уникальную силу, чтобы защитить всех. Персиваль говорит дракону, что у него тоже есть вещи, которые он хочет защитить, и посылает огонь прямо в дракона. Великан Персиваль выпускает тонну огня, который полностью поглощает дракона, но когда атака заканчивается, дракон на удивление остается невредимым. Еще один взгляд в прошлое показывает, что Эдлин всегда была лучшим бойцом. Хаузер никогда не хотел, чтобы они проявляли милосердие, а Донни всегда убегал, спасая свою жизнь. Он пытался напасть из-под тяжка, но, конечно, это не удалось, как и все остальные его попытки. Донни усомнился бы в том, что он действительно создан для тренировок, а Эдлин согласилась бы, что у Донни кишка тонка, и он всегда убегал. Донни думал, что его друг был слишком суров, но Эдлин всегда поощряла Донни продолжать попытки. Вернемся к настоящему. Персиваль полон решимости остановить дракона, но это существо очень свирепое. Тезу боится, что подвал скоро обрушится, а у дракончика дела идут не очень хорошо. Он слишком слаб, чтобы принимать лекарства, поэтому Натан надеется, что его целебный туман поможет. Син говорит предполагаемой Великой Святой Ночи, что он позор, и у него нет права называть себя учителем Донни. Хаузер потрясен, увидев, что маленький лисенок умеет говорить, поскольку раньше он видел только говорящую свинью. Син задается вопросом, обижается ли Хаузер на своих учеников за то, что они предали его, или же он на самом деле обижается на себя за то, что не смог воспитать их должным образом. Затем Син шокирует его, когда узнает, что Донни спас фрагмент гроба от Ночи Хааса. Хаузер не может поверить, что Донни выступил против одного из святых рыцарей Артура, поэтому Син рассказывает ему всю историю о Донни и его друзьях. Хаузер думает, что они просто кучка детей, но Син объясняет, что они нечто гораздо большее. Син рассказывает, что он нашел Персиваля, потому что тот выполнял секретное задание короля Леониса. Хаузер просто не находит слов, когда Син рассказывает, что Персиваль – один из четырех рыцарей Апокалипсиса. Он объясняет, что Персиваль все еще неопытен, и мы видим, насколько это верно, когда дракон бьет его. Кажется, что-то меняется внутри Хаузера, и он говорит на танцу вывести алкоголь из его организма. Снаружи Персиваль говорит своим друзьям убираться оттуда, но их лошадь может нести только одного человека. Персиваль пытается атаковать своими мини-персивалями, но у него ничего не получается. Дракон наносит сокрушительный удар по нашему герою, но, к счастью, Эдлин на самом деле просто сделала его копию. Сильван делает все возможное, чтобы вытащить всех оттуда, а Персиваль думает о том, какие крутые драконы. Его дедушка часто рассказывал ему истории о них, и он был поражен, увидев, что его атаки даже не царапают древнего зверя. Донни хотел бы перестать восхищаться им, но Персиваль спокойно объясняет, что у него нет шансов победить его. Тупая лошадь спотыкается и дальше так продолжаться не может. У группы нет другого выбора, кроме как бежать, но они в шоке, когда перед ними появляется Хаузер. Вокруг Хаузера дует сильный ветер, и он забирает свое украденное оружие обратно. Эдлин считает, что Хаузер должен просто бежать, как они, но Донни знает, что с его дядей все будет в порядке. Хаузер неожиданно подходит прямо к дракону и использует атаку ветра, чтобы полностью уничтожить огненное дыхание дракона. Все шокированы этим, но еще больше они удивляются, когда Хаузер отбрасывает дракона назад своим мощным ветром. Донни говорит своим друзьям, что им не стоит удивляться, и показывает, что это даже близко не соответствует полной мощи Хаузера. Дракон по глупости пытается атаковать снова, но Хаузер захватывает высоту и использует свою циклонную атаку. Эта атака поднимает дракона в воздух, и Эдлин задается вопросом, всегда ли Хаузер был таким сильным. Донни говорит, что так оно и было, просто он никогда не выкладывался на полную перед ними. Он объясняет, что Хаузер даже сражался и победил клан демонов 16 лет назад. Хаузер полностью уничтожает дракона, и все признают, что он действительно святой рыцарь. Хаузер рад видеть, что с его учениками все в порядке, а Донни поздравляет своего дядю с победой. Энн поражена тем, что она только что увидела, а Персиваль не может поверить, насколько крутые святые рыцари. Он тоже полон решимости стать одним из них и просит Хаузера позволить ему присоединиться к ним. Персиваль старается произвести на Хаузера наилучшее впечатление и еще раз просит его показать ему, как стать святым рыцарем. Персиваль полон решимости стать сильнее, несмотря ни на что, но Хаузер объясняет, что есть люди, которые лучше подходят для его обучения. Как раз в этот момент появляется нарождающийся с полностью исцеленным детенышем дракона. Хаузер говорит всем, чтобы они не волновались, так как он не прикончил дракона полностью, и семья драконов наконец-то воссоединилась. Энн боится, что дракон может снова напасть на город, но Хаузер указывает, что он пришел в неистоство только потому, что у него забрали ребенка. Теперь, когда они воссоединились, дракон больше никогда не нападет. Хаузер обещает позаботиться обо всем, и все восхищаются им. Затем Хаузер останавливает Эдлин, чтобы она не уходила, но Эдлин считает, что за то, что он сделал, уже ничего не исправить. Эдлин готов просто сидеть в заперти, но Хаузер пытается вбить в него немного здравого смысла. Он указывает, что Эдлин был таким же, как Донни, и сдался, когда начал думать, что не сможет стать святым рыцарем. Хаузер шокирует его, когда признается, что был таким же жалким. Оглядываясь назад, можно увидеть, что Эдлин прошла более жесткую подготовку и создала его клона. Хаузер признал, что Эдлин способна создать идеального клона, но проблема в том, что он не может заставить его двигаться. Хаузер напал на него и сказал Эдлин, что его магия не подходит для боя. Он посоветовал ему не полагаться только на магию и оттачивать свои навыки. Эдлин сдался под давлением и почувствовал, что никогда не сможет оправдать ожиданий Хаузера. Возвращаясь к настоящему, Хаузер винит себя в том, что не смог сблизиться с Эдлином и считает себя неудачником, как своего учителя. Хаузер видел, как Эдлин помогала Донни и его друзьям, поэтому он считает, что им следует снова начать тренироваться. Эдлин соглашается и обнимает своего учителя. Хаузер обещает искупить грехи Эдлина и извиняется за то, что ударил его. Впечатлительный Персиваль очень восхищается этим парнем и снова создает о нем наилучшее впечатление. Хаузер также извиняется перед Донни, а Донни объясняет, откуда у него взялся страх смерти. Его мать сказала ему, что он должен жить ради них обоих, поэтому он никогда не мог рисковать своей жизнью ради людей. Но сейчас все полностью изменилось, так как он хочет стать святым рыцарем, который живет ради своих друзей. Донни объясняет, что он не сможет тренироваться с Эдлин, так как хочет продолжить свое путешествие, но они оба соглашаются продолжить свою мечту стать святыми рыцарями. Хаузер рад это слышать и просто надеется, что они достигнут своей цели до того, как он уйдет на пенсию. Хаузер объясняет, что прежде чем он вернет Донни гробовый покой, ему нужно понять кое-что важное. Пока он держится за это, силы Артура будут преследовать его бесконечно. Мир способен повернуть ход всей войны против них. Хаузер был потрясен, увидев, что Донни вернулся к своим старым привычкам и прячется в страхе. Он ему больше не нужен, поэтому Персиваль решил взять его с собой. Затем Хаузер занялся кузнечным делом, так как решил, что Персивалю нужен меч, поскольку он должен быть одним из четырех рыцарей апокалипсиса. Он прикрепил клинок к части гроба и Персиваль был невероятно счастлив. Хаузер планирует помочь восстановить город, но задается вопросом, доложил ли Син королю о том, что Персиваль найден. Син надеялся выяснить кое-что первым, но решил, что будет лучше сообщить королю на всякий случай. Син отправляется в путь самостоятельно и неожиданно превращается в человека. Он похоже что-то вроде лучника и готовится пустить стрелу. Остальные удивляются, куда делся Син и приходят в шок, когда стрела вылетает из ниоткуда. Эта стрела пролетает очень большое расстояние и направляется в сторону Леониса. В Леонисе несколько стражников сообщают их величеству, что сегодняшняя встреча завершена. Этот таинственный парень приглашает стражников поужинать в его лавке, но они со страхом отказываются. Как раз в этот момент стрела греха начинает приближаться очередями, освещая все вокруг. Охранники ошеломлены, а таинственный молодой человек распознает в этом знак того, что рыцарь пророчества найден. Вернувшись в город, Персиваль прощается и продолжает свое путешествие со всеми своими друзьями. Однажды вечером Син говорит группе немного отдохнуть, так как следующий день будет очень беспокойным. Они все слишком взволнованы, чтобы спать, поэтому Персиваль предлагает им поговорить о таких потрясающих вещах, как выбор названия для его меча и завершающий прием. К сожалению, его друзья не разделяют его энтузиазма и в конце концов решают поспать. Посреди ночи Син чувствует, что кто-то зовет его и находит таинственную женщину. Мы не слышим слова Син может, но этот человек каким-то образом знает имя Син. Син просыпается от этого сна, но он с подозрением относится к этой странной невесте. На следующее утро все поднимаются на гору в надежде увидеть Леониса с вершины, но они потрясены, увидев только еще больше гор. Син говорит, что им потребуется 4 дня, чтобы добраться до склона Леониса, так что им предстоит еще много восхождений. По мере продвижения Персиваль становится очень серьезным и говорит всем идти вперед, но оказывается, что ему просто нужно пописать. Донни тоже хочет пописать, но они что-то замечают, когда используют несколько деревьев в качестве писсуара. На первый взгляд это гостеприимная деревня, но Эн считает, что здесь немного жутковато. Син чувствует магию, исходящую от деревни, но ребятам не терпится это проверить. Как только они расходятся, появляется мужчина и говорит им, что они не могут идти в деревню, так как там очень опасно. Но уже слишком поздно, так как Персиваль и Донни спешат туда и преодолевают какой-то барьер. Син бросается за ними, но таинственный парень говорит остальным не идти, так как они там застрянут. Затем он рассказывает, что это вовсе не деревня, а логово монстров. Мальчики наконец добираются до деревни, и мы видим, что с этими людьми определенно что-то не так. Но Донни ничего не замечает и думает, что они просто очень дружелюбны. Мальчики представляются друг другу, и Донни интересуется, есть ли здесь бар, в который он мог бы сходить. Какой-то здоровенный парень, похожий на старого волшебника, единственный, кто, кажется, может говорить, и он говорит, что бара здесь нет, но они варят Эль. Вернувшись к остальным, мы обнаружили, что охотника зовут Арт, а его собаку Кэрри. Арт патрулирует местность, чтобы путешественники не заходили в эту так называемую деревню. Десять лет назад деревня возникла практически из ниоткуда, но он понятия не имеет, откуда взялись жители деревни. Нейсон считает, что они выглядят вполне нормально, но Арт показывает, что он сам кое-что видел. В тот момент, когда эти люди покидают деревню, они снова превращаются в монстров, и любого путешественника, который заходит туда, больше никто не видит. Наша группа спешит сообщить об этом остальным, но Арт останавливает их, так как это слишком опасно. Они уже приняли решение помочь своим друзьям, поэтому просят Арта рассказать им все, что он знает. Вернувшись в деревню, Донни пытается напиться, но у напитка странный привкус. Старик все равно говорит ему, чтобы он не волновался, и объясняет, что напиток был создан по образцу пива питания. Персиваль такой же невинный, как всегда, и объясняет, что видя, как много людей улыбаются, ему хочется улыбнуться в ответ. Довольно странно, что они не разговаривают, но старый любитель спорта объясняет, что они просто не говорят на своем языке. Персиваль считает, что им не нужен язык, пока они понимают сердца друг друга, и Донни поражен глубокомысленными словами этого ребенка. Пока мальчики болтают об этом, старик Гэндальф бросает подозрительный взгляд на меч Персиваля. Как раз в этот момент появляется Син и рассказывает старику, что он знает, что тот шпионил за ними с помощью птицы, которую видел ранее. Син требует объяснить, что ему нужно, но мальчики говорят ему расслабиться, так как там все такие милые. Старик, кажется, узнал Сина и хочет поговорить с ним наедине. Мальчиков оставили лакомиться необычным на вкус блюдом, и они не могут удержаться, чтобы не съесть целую кучу. Они уже давно не ели нормальной еды, поэтому им интересно, где же остальные. Мальчики просто не могут насытиться, поэтому просят еще еды и напитков. Один из жителей деревни отправляется за продуктами, но мы обнаруживаем, что здоровяк, работающий на кухне, настоящий чудак. То, что он захватил, разбивается в дребезги, и нам остается только гадать, что же едят мальчики. Вернувшись в дом Гэндальфа, он благодарит Сина за то, что тот догадался, кто он такой, но мы видим, что Син без сознания. За пределами деревни Арт указывает на то, что вокруг деревни есть круг из камней. Жители деревни никогда не покидают этот круг, потому что если они это сделают, то превратятся в монстров. Большой великан старший, и он ругает любого, кто пытается уйти. Арт сообщает, что им придется разрушить какой-то странный камень в центре деревни, который считается их идолом. Жители деревни всегда заботятся о нем, поэтому он предполагает, что это должно быть важно. План состоит в том, чтобы уничтожить его и спасти своих друзей во время беспорядков. Арт предлагает создать отвлекающий маневр, пока они будут пробираться внутрь, но Натан обеспокоен тем, что Арт будет в опасности. Они удивляются, почему он так стремится им помочь, и он рассказывает, что у него есть дочь. Ее звали Конни, и когда она была маленькой, на их деревню напали монстры. Вот почему он согласился патрулировать этот район, и он планирует снова увидеться со своей дочерью, когда работа будет выполнена. Энн использует свои человеческие способности к распознаванию лжи, чтобы определить, что он не солгал ни разу, поэтому они решили довериться ему. Они приближаются к деревне, но Арт не может войти туда тем же путем, что и они, так как жители деревни следят за ним. Наша группа входит, но барьер по какой-то причине отталкивает Арта, и он желает им удачи. Приведя эту часть планов действия, Арт приступает к работе, отвлекая внимание. Это работает, так что Анна Нейсон продвигается вперед, но Энн не может не жаловаться на то, в какие неприятности их втягивают другие ребята. Персиваль – настоящий нарушитель спокойствия, и похоже, что в нем нет ни капли осторожности. Энн считает, что святые рыцари должны уметь принимать хладнокровные взвешенные решения при любых обстоятельствах, но Нейсон указывает, что ей нужно сосредоточиться на их миссии. Энн соглашается и говорит, что воспользуется этой возможностью, чтобы показать всем, что она достойна быть лидером. Именно в этот момент они слышат, как Донни кричит от сильной боли. Нейтан немедленно берет на себя роль лидера и приказывает Энн добраться до айдола, пока он заботится о Донни. Голова Донни – источник всей боли, и Эсон потрясен, обнаружив, что они окружены. Затем Энн замечает, как Персивали избивают, но она знает, что не может броситься в драку. Ее просто поймают, как и остальных, поэтому она должна поспешить к идолу прежде всего. Энн наконец добирается до него и думает о том, что если Арт прав, то в тот момент, когда она уничтожит идола, в деревне воцарится Хаос. Она связывает Сильвана с идолом, и они начинают объединяться. Эта штука невероятно тяжелая, но она клянется спасти всех. Вернувшись к Персивалю, он полон решимости не сдаваться, но совершенно очевидно, что эти странные люди очень сильны. Вскоре после этого прибывают друзья Персиваля, и Донни объясняет, что Нейтан помог ему почувствовать себя лучше. Оказалось, что хотя Эль был вкусным, он не принес пользы его организму. Натану интересно, чем занимается Персиваль, и он рассказывает, что просто учил всех немного сумо. Персиваль действительно начинает ладить с этими парнями, но язык, на котором они говорят, совершенно не знаком другим парням. Персиваль, хотя и говорит на языке этого монстра, звучит так, словно он исходит прямо от демона, и его друзья ошеломлены. Новый друг Персиваля объясняет, что это язык демонов, но Персиваль даже не может объяснить, откуда он его знает. Вернувшись к Энн, она действительно изо сил пытается вытащить идола. Она решает, что никогда не сможет стать святым рыцарем, если у нее не получится даже этого, поэтому она делает еще одну попытку. Сильван тоже получает мотивацию, и дело наконец начинает двигаться. Вернувшись к старику, жители деревни говорят ему, что Персиваль им понравился. Именно в этот момент он что-то чувствует и задается вопросом, не неисправен ли их прибор. На самом деле это Энн, и она говорит то, что любит повторять Персиваль, сокрушай зло и спасай слабых. Это оказывается последним толчком, когда идол рушится и камни вокруг деревни взрываются. С жителями деревни тоже что-то происходит, и Персиваль потрясен, увидев, что его новый приятель Пасумо теперь демон. На самом деле все жители деревни демоны, и Арт благодарит детей за то, что они разрушили этот раздражающий барьер. Затем Арт шокирующе снимает свою маскировку, чтобы показать, что он какой-то рыцарь, а его собака на самом деле намного больше. Он заявляет, что пришло время обрушить кровавый молот на демонов и вернуть Британию человечеству. Энн убегает от всех этих отвратительных монстров и с ужасом обнаруживает, что один из них несет Персиваль. Она требует, чтобы он освободил ее друзей, но Персиваль рассказывает, что на самом деле это его друг по имени Дальчемонти. Группа никогда раньше не видела подобной деревни, но что еще более удивительно, так это то, как легко Персиваль может говорить на языке демонов. Они задаются вопросом, в чем был весь смысл этого эпизода, потому что уничтожение идола только разрушило чары, которые делали их похожими на людей. Однако появляется Гэндальф и объясняет, что это еще не все. Уничтожение идола также позволило врагу вторгнуться в их владение. Натанс пытается объяснить старейшине, что они не враги, но старейшина говорил не о них. Как раз в этот момент наша группа слышит голос Арт, но они потрясены, увидев, что он исходит от таинственного человека. Арт рассказывает, что он святой рыцарь на службе у короля Артура и его настоящее имя Артбек. Он долго ждал этого момента и заявляет, что наконец уничтожит клан демонов. Насон потрясен тем, что эти демоны принадлежат к тому же клану демонов, который поверг всю Британию в ужас во время священной войны. Персиваль неожиданно обнаруживает, что он уже знал об этом, так как его маленький приятель Дальчемонти рассказал ему об этом два года назад. Гэндальф на стероидах показывает, что демоны этой деревни на самом деле те, кто постоянно отказывался сражаться в той войне. Артбека это нисколько не волнует, поскольку он указывает, что все они по-прежнему демоны, и шокирует старика, когда тот достает какой-то драгоценный камень. Этот драгоценный камень поглощает всех демонов, и Артбек показывает, что они были запечатаны в янтаре четырех архангелов. Маленький невинный Персиваль задается вопросом, куда делся его приятель Дальчемонти, но Артбек говорит ему, чтобы он не беспокоился. Этот парень просто бредит, поскольку уверяет Персиваля, что демон, который чуть не раздавил его насмерть, теперь запечатан. Артбек, однако шокирован, когда узнает, что у Персиваля зеленые волосы и фигура в форме крыльев птицы. Еще более поразительным является фигурка дракона, которую он носит на спине, и которая, как он знает, была позаимствована у Айронсейда. Артбек быстро понимает, что Персиваль – один из четырех рыцарей, но Персиваль просто беспокоится о своем друге и других демонах. Артбек приходит в ярость, услышав, что Персиваль так дружелюбен с демонами и нападает на него. Он указывает на то, что то, как Персиваль говорит о демонах, ясно показывает, что пророчество было верным. Он действительно уничтожит мир. Артбек хочет помочь королю Артуру достичь своей цели, создать идеальный мир, поэтому он клянется покончить с жизнью Персиваля прямо сейчас. И умоляет его прекратить нападать на ее подругу, но Артбек говорит им просто уйти. Они, конечно, отказываются, и Натан объясняет, что один из рыцарей Артбека причинял им боль, а Персиваль спас их. Персиваль требует, чтобы этот парень отдал ему янтарь, но вместо этого он призывает своего гигантского пса. Кэрри – мистический зверь, который, как говорят, пришел из чистилища, и Арбек приказывает ему уничтожить Персиваля. Всего лишь одним ударом зверь отправляет Персиваля в другой почтовый индекс и готовит еще одну безумную атаку. Персивалю едва удается увернуться от нее и избежать превращения в мистический корм для собак. Найсенс говорит Персивалю целиться в рога зверя, но его атака почти не наносит урона. Артбек рассказывает, что рога сделаны из какого-то материала, который даже сталь не может пробить, но Персиваль все равно старается изо всех сил. К сожалению, в конце концов он просто впадает в шок, а Сильван уходит куда-нибудь прятаться. Тупой конь приходит в бешенство, когда видит, что Син мертв, но Син просыпается и рассказывает, что старый Гэндальф только что дал ему хорошенько выспаться. На улице становится все напряженнее, и друзья Персиваля могут сказать, что зверь просто играет с Персивалем. Они понимают, что их способности ничего не могут поделать с этой тварью, но Энн приходит в голову другая идея и направляется прямо к Артбеку. Она объясняет, что способна распознавать ложь и удивляется, как ему удалось обмануть ее. Артбек, однако утверждает, что он не сказал ни единой лжи. Он действительно охотник, сейчас он просто охотится на демонов. Он действительно хотел помочь им спасти своих друзей, но он и представить себе не мог, что один из них станет одним из четырех рыцарей. Гэндальф указывает, что этот парень не так хорош, как пытается казаться, поскольку барьер удерживал людей с плохими намерениями и с убийственным намерением. Артбек показывает свое истинное лицо, когда признается, что воспользовался их преимуществом, и они начинают драться. Она просто заявляет, что хочет освободить демонов, которых он запечатал, но Артбек думает, что она невежественна и объясняет разрушения, вызванные священной войной. Дети ищут своих родителей в аду, отец прижимает к себе обугленного ребенка, а мать держит за руку своего погибшего сына, который оказался в ловушке под завалами. Артбек объясняет, что четыре рыцаря принесут трагедию гораздо худшую, чем даже священная война, поэтому он без колебаний сделает это. Забери жизнь Персиваля. Персиваль явно проигрывает битву со зверем, так что Син очень разочарован. Персиваль объясняет, что рога у зверя очень прочные, и даже его драконий меч или волшебный шпага не могут пробить их насквозь. Син подсказывает ему довольно очевидную идею использовать их оба одновременно, и его силы растут в геометрической прогрессии. Персиваль использует эту новую силу, и она легко перерубает один из рогов зверя. Син объясняет, что оружие, зачарованное магией, обладает не только магическими свойствами. Это также удваивает или даже утраивает силу клинка. Кроме того, если использовать магию разрушительного типа, то она может увеличиться почти в 10 раз. Зверь все еще пытается напасть на Персиваля, но теперь все по-другому, и Персиваль легко отрубает ему второй рог. Глупый ребенок празднует победу слишком рано, и зверь его съедает. Друзья Персиваля спешат к нему, и теперь, когда зверь перестал летать повсюду, Натан может использовать свою магию. Персиваль изо всех сил пытается удержаться от того, чтобы его не сожрали, но, к счастью, туман Натана вырубает зверя. Персиваль спасен, поэтому он извиняется за то, что увлекся, но Энн говорит ему, что это не повод для смеха. Группа обращает свое внимание на Артбега, но этот парень серьезный слабак и начинает свое стратегическое отступление. Персиваль напоминает всем, что они должны вернуть янтарь, но Персивалю не удается найти этого парня. Гэндальф объясняет, что он скорее всего направляется в место под названием Хрустальный грот, которое находится в пещере недалеко от деревни. Он задается вопросом, почему Персиваль так стремится помогать демонам, и Персиваль объясняет, что это просто потому, что он хочет помочь своему другу Дольче Аманте. Возбужденный дедушка напоминает ему, что эти демоны все еще принадлежат клану, который втянул человечество в непрерывную кровопролитную войну, но Персиваль смотрит на это иначе. Все в шоке, и Персиваль проводит сравнение. Его дедушку прикончил человек, но это не значит, что он ненавидит все человечество. Более того, только потому, что его отец – злой святой рыцарь, это не значит, что он отказался от попыток стать хорошим рыцарем. Персиваль в очередной раз поражает всех своим позитивом и объясняет, что если ты хороший человек, то не имеет значения, человек ты или демон. Разгневанный Гэндальф оставляет остальное Персивалью и его друзьям, но он не может не думать о том, какой странный мальчик. Однако для него это действительно имеет смысл, поскольку Персиваль – один из четырех рыцарей апокалипсиса. Его взгляд на пророчества немного отличается, поскольку он слышал, что они предназначены для распространения надежды по всему миру. Наша группа прибывает в пещеру, но оттуда исходит странная магия, поэтому Син предупреждает их, чтобы они просто так не врывались внутрь. Они не слушают маленького лиса и просто врываются внутрь, споря о том, кто должен быть лидером их группы. Внутри они все поражены кристаллами, которые их окружают. Персиваль осторожно предупреждает всех, чтобы они смотрели, куда идут. Но неуклюжий ребенок – первый, кто становится жертвой своего окружения. После довольно продолжительной прогулки проход начинает сужаться, поэтому Донни просто окликает святого рыцаря и позволяет ему идти впереди со всей уверенностью. Но на самом деле он очень напуган. Персиваль отмечает, что Артбек был самым слабым святым рыцарем из всех, с кем он сражался до сих пор, и остальные согласны с тем, что он настоящий любитель по сравнению с Айронсайдом. Именно в этот момент Артбек начинает говорить с ними, но эхо от кристаллов скрывает его позицию. Артбек показывает, что он совсем не боец и требуется некоторое время, прежде чем его магия начнет действовать. Вот почему он заманил их в этот лабиринт. Наша группа все еще уверена, что они смогут победить этого трусливого святого рыцаря. Но Артб предупреждает, что скоро ситуация может измениться. Персиваль просто требует, чтобы он показал себя, но его важная речь прерывается, когда кажется, что его шлем растет. Одежда другого, кажется, тоже растет, но они понимают, что происходит что-то более зловещее и указывают на то, что Персиваль превратился в ребенка. И Донни задается вопросом, что произошло к ребенку. Остальные быстро понимают, что Персиваль не единственный, так как все они уже стали малышами. Они начинают терять способность даже стоять, и Персиваль может только говорить гау-гау-гага. Артбек, наконец, показывает, что не все они беспомощные младенцы, и что его сила может вернуть все живое в радиусе 50 ярдов к их младенческому состоянию. Это называется обратное, и он указывает, что битва уже окончена. Группа с трудом может правильно сформулировать слова, когда они говорят своим молодым членам, что им нужно уходить оттуда. Но Донни и Персиваль совершенно бесполезны и не могут понять, почему на них это повлияло гораздо сильнее, чем на нее. Поэтому Арбек показывает, что его сила влияет на людей по-разному. Несмотря ни на что, он уверен, что Энн скоро придет в умственный упадок, как и они. Все дети просто безнадежно плачут, и Арбек решает, что сейчас самое подходящее время для выполнения своей миссии. Он действительно впечатлен тем, что Персиваль, даже будучи младенцем, никогда не плачет. Но он все равно должен покончить с собой. Артбек находит первую фигурку дракона, но с удивлением видит, что Персиваль просто не отпускает ее. Персиваль держит ее с какой-то сверхъестественной силой, но отпускает, чтобы нанести удар прямо в лицо Артбеку. Артбек приходит в ярость, но на мгновение останавливается, когда замечает, какая мягкая пухленькая малышка, и привлекает его внимание. Поэтому он отводит Персиваль в сторону, чтобы утешить ее. Артбек пытается объяснить, что он просто пытается уберечь мир от страданий, как это было во время священной войны, но она просто не перестану плакать. Глупая способность этого парня действительно оборачивается против него сейчас, когда Энн начинает напоминать ему его дочь. Раньше он заставлял свою дочь Конни не плакать, корча глупые рожицы, а она играла с его тупым носом. Однако это полезное воспоминание напоминает ему о неизбежной трагедии, которая последовала за этим. Их деревня была сожжена дотла демонами, и Артбек смог только подержать в руках обугленные останки своей дочери, прежде чем она рассыпалась в прах. Артбек сейчас безудержно плачет, но он потрясен, когда Энн пытается его утешить. Он тронут ее добротой, но у Артбека все еще есть работа, которую необходимо выполнить. Персиваль использует разрушительную скрытую атаку, чтобы уничтожить Артбека, но это не удается, и Артбек не может поверить, что даже в своем детском обличье он пытается спасти Энн. Артбек уверяет Персиваля, что он будет единственным, кто умрет, так как он обещает не причинять вреда другим. Однако именно в этот момент появляется старейшина-великан и указывает на то, что Артбек не способен на это по отношению к этим детям. Старый Гэндальф понял, почему Артбек решил жить в этом месте. Чтобы залечить раны в своем сердце, он пришел в эту пещеру, цепляясь за слухи и надежду. Говорят, что кристаллы обладают какой-то мистической силой, так что этот хрустальный грот – самое близкое к загробной жизни место в их мире. Старейшина решил, что Артбек находится там в надежде увидеть свою умершую дочь. Артбек задается вопросом, откуда этот старик знает о его дочери и говорит ему, что он ошибается, он здесь только для того, чтобы выполнить свою миссию. Гэндальф на стероидах пытается заключить сделку с этим парнем, если тот отдаст ему детей и янтарь, удерживающий демонов, но Артбек отказывается слушать, он вышел вон. Артбек уверен, что у этого старого волшебника не может быть ничего достаточно ценного, чтобы обменять его на то, что он просто отдаст все обратно, но он это делает. Старик шокирующе предлагает Артбеку повидаться со своей дочерью. Артбек приходит в ярость от того, что старик пытается обмануть его и указывает, что даже после того, как он провел в гроте пять лет, он до сих пор ни разу не видел дух своей дочери. Артбек задается вопросом, кто же все-таки этот старый волшебник и указывает, что он не может быть человеком, поскольку на него не подействовало обратное заклинание. Затем Гэндальф рассказывает, что Персивалю и его друзьям было по шестнадцать лет. Им также потребовалось примерно шестнадцать минут, чтобы превратиться в младенцев, что составляет одну минуту в год. Затем Гэндальф шокирующе объясняет, почему он все еще стар, и это потому, что потребуется более трех тысяч минут, чтобы обратить его вспять. Это означает, что старейшине больше трех тысяч лет, так что Артбек в очередной раз задается вопросом, что же это за старик такой. Старик Гэндальф решает просто показать ему это и начинает шокирующе менять свою внешность. Артбек понятия не имеет, что происходит, поэтому волшебник Оборотень объясняет, что он принадлежит к так называемым заклятым врагам короля Артура. Он один из семи смертных грехов. Козлиный грех похоти – Готур. Артбек ошеломлен, увидев одного из легендарных членов семи смертных грехов, и недоумевает, почему он бегает по какой-то деревне у черта на куличках. Готар объясняет, что его причина проста. Демоны, живущие в деревне, ненавидят войну и просто хотят жить мирной жизнью в Британии, поэтому он помогает им найти свое место за пределами царства демонов. Гетер неожиданно рассказывает, что он похитил императора и объясняет некоторые из своих способностей. Помимо того, что он смог установить барьер, его рассеяли, чтобы он выглядел стариком для всех, кто находится в радиусе 10 миль от него. Не имея других вариантов, Артбек впадает в панику и убегает с Персивалем и Эн. Он спасает свою жизнь, так как уверен, что у него нет шансов победить одного из монстров из семи смертных грехов. Гетер быстро догоняет его, и какая-то маленькая шумная птичка удивляется, что нашла кого-то, обладающего такой огромной магической силой. Арт умоляет, чтобы паника продолжалась, поэтому он угрожает сбросить маленького Персиваля с горы, если Готур подойдет еще ближе. Малыши совсем не воспринимают его всерьез, но Арбрек обещает это сделать. Готур оглушает его еще раз, когда он вытаскивает своего собственного ребенка и говорит Артбеку, чтобы тот не делал ничего такого ужасного на глазах у его собственной дочери. Артбек потрясен, увидев кони, поэтому он опускает Персиваля и Энда вниз, чтобы поприветствовать свою дочь. Гетер предлагает ее в качестве подарка, но Артбек приходит в ярость. Он не может заставить себя поверить, что она настоящая, поэтому он называет Гетера монстром за то, что он играет сердцами людей. Артбек плачет, гневно указывая на то, что его настоящая дочь умерла много лет назад, а эта стоящая перед ним всего лишь мираж. Артбек обнимает ее и показывает, как она выглядит и ощущается такой реальной. Готар объясняет, что Артбек прав, и этот ребенок – видение, которое он создал из воспоминания Арбека. Это видение все еще пробуждает в нем глубокие воспоминания о дочери. Поэтому Арбек не выдерживает и безудержно рыдает. Через некоторое время после того, как они вернутся в пещеру, Артбек соглашается отменить свою магию. Он объясняет, что шок от потери дочери – это то, что пробудило его силу. Гетер советует ему не быть слишком суровым к себе, поскольку никто не может вернуть мертвых к жизни. Артбек рассказывает, что как раз в тот момент, когда ему было совсем плохо, появился король Артур и спросил, не хочет ли он снова увидеть свою дочь. Артбек понимал, что его слова звучат нелепо, но что-то в глазах Артура заставило его стать его рыцарем. Их целью было изгнать демонов и создать мир для человечества. Глаза Артбека наконец-то открылись, и теперь он понимает, что даже если Артур вернет к жизни его дочь, кто знает, действительно ли это будет она. Он благодарен за возможность увидеть ее в последний раз, даже если это всего лишь образ, и он благодарит Гетера. Гетер говорит, что это не проблема, но он становится очень серьезным, когда чувствует приближение сильных магических сил. Двое из них прибудут через 3,8 секунд. Он быстро распознает, кто является их целью и успевает спасти Персиваля. Первая атака наносит огромный урон, ставя Гетера в трудное положение, так что Артбек должен помочь ему выбраться. Он отодвигает ненастоящего Канья в сторону, чтобы спасти Энн от следующей атаки, но это обходится дорого. Артбек советует Энн повзрослеть и стать великой, и мы видим, что атака поразила его. Большая птица наблюдает за всем и задается вопросом, где же Персивали грех. Стрела убивает глупую птицу, и мы видим, что грех уже здесь. Он смог войти в пещеру только после того, как Готур отключил барьер Артбека. Поэтому он говорит греху, что он у него в долгу. Поскольку Артбека больше нет в живых, Готур заканчивает ведение коней и готовится определить, кто на них напал. Он использует немного магии и определяет, что это какой-то парень по имени Танду, рыцарь Хааса, служащий королю Артуру, а также еще несколько человек поблизости. Гетер очень расстроен тем, что на него напали, и достает свой волшебный двойной лук. За много миль отсюда мы находим Тамбу, над которым насмехаются за то, что он промахнулся мимо цели. Товарищи Тамбу рады, что он по крайней мере достал сумку для рисования, но этого недостаточно для более серьезного человека в группе. Их настоящие цели все еще живы, и теперь они знают, что за ними охотятся. Айрон Сайт и другие рыцари не смогли уничтожить этих детей, и это потому, что они недооценили их. Серьезный мечник не хочет делать то же самое, поэтому он решает, что пришло время отправляться в путь, поскольку ясно, что группа Персиваля направляется в Леонис. Как раз в этот момент из ниоткуда появляется летящий магический болт, и становится совершенно ясно, что он нацелен на Тамбу. Тамбу пытается отразить его копьем, но это ничего не дает, и магический болт, кажется, просто впитывается в его тело. Тамбу предполагает, что это был просто обморок, поэтому он решает выпустить стрелу в человека, который напал на них. Однако в итоге он просто пронзает стрелой своего товарища по команде. Остальные недоумевают, что он делает, поэтому Тамбу объясняет, что это делает не он. Что-то завладело его телом, и он продолжает нападать на свою команду. Обладатель меча знаком с этой способностью и сразу понимает, что это умение подчинять волю, чтобы пройти через это. Этого парня зовут Фич, и Тамбу умоляет его что-нибудь предпринять в сложившейся ситуации. Фич точно знает, что нужно делать, и сразу же отрубает Тамбу голову. Фитич использует это как пример того, почему на этот раз они не могут недооценивать своих противников, и повторяет, что они должны уничтожить их сразу. Вернувшись в пещеру, просыпается почти без одежды и дает пощечину Персивалю за то, что он просто проснулся рядом с ней. Группа понятия не имеет, что происходило, пока там были дети, и они задаются вопросом, куда делась арт. Они предполагают, что поскольку Персиваль все еще жив, Арба сдалась. Но Персиваля больше волнует, где находится янтарь. Как раз в этот момент появляется Готур и показывает, что он у него. Группа узнает обо всем, что произошло, и демоны освобождаются из янтаря. Дальчемонте предлагает Персивалю забрать рога с собой и объясняет, что они хороши для приготовления лекарств. Они слишком большие, чтобы носить их с собой, но Натан с радостью соглашается немного сбрить их для своих экспериментов. Неподалеку мы узнаем, что Гетер рассказал всем, что Артбек был чрезвычайно рад увидеть видение своей дочери. Он был так доволен, что отказался от своих дурных привычек и просто ушел. Н, однако, является детектором лжи, поэтому она может сказать, что Син солгал об одной из вещей, которые он ему сказал, и она требует знать, о какой именно. Гетер объясняет, что даже если бы он сказал ей об этом, она не смогла бы понять его действий. Это удивляет Н, и далее он говорит, что для того, чтобы по-настоящему понять Артбека, ей нужно было бы заглянуть в его воспоминания так, как это делал он сам. Проблема в том, что это очень болезненное воспоминание. Энн помнит, какую боль испытал Арт, когда рассказал ей о том, что случилось с его дочерью, поэтому Энн просит Гетера немного рассказать ей о том, каким был Арт. Гетер может сказать, что ей действительно не все равно, поэтому он решает показать ей воспоминания Арт и то, что произошло на самом деле. Правда, абсолютно ужасно, поэтому Энн заливается слезами, потому что Арт прожил трагическую жизнь и в конце концов отдал свою жизнь, чтобы спасти ее. К счастью для Энн, она не одинока, так как ее друзья приезжают, чтобы утешить ее. После этого Персиваль и остальные покидают деревню, чтобы продолжить свое путешествие в Леонис. Дольче Аманты считает, что Готар должен пойти с ними, но он не может. Готар объясняет, что даже если за ними охотятся святые рыцари короля Артура, его работа по защите этой деревни демонов также важна. Он говорит Дольче Монте, чтобы тот не волновался, так как его друг Персиваль рыцарь апокалипсиса и преодолеет любое испытание, с которым столкнется. Однако он признает, что Персиваль все еще ребенок душой и телом. Учитывая, насколько опасны те, кто охотится за ним, Персивалю будет только труднее. У Гитера есть план на случай, если случится самое худшее, но он успокаивается, когда понимает, что слишком сильно беспокоится. Группа продолжает свое путешествие, и мы видим, что они соорудили небольшой красивый памятник Артбегу и его дочери. Некоторое время спустя Син предупреждает Персиваля, что их преследователи приближаются. Готур сказал ему, что их больше, чем один, и они являются жестокими противниками, так как даже готовы убить друг друга. Персиваль отмечает, что остальные отстают, и это потому, что Энн все еще расстроена смертью Артбега. К счастью, у Сина есть решение, и он уничтожает старый посох Артбега. Энн пытается объяснить, что это был сувенир Артбега, но Син указывает, что Артбег получил его от самого короля Артура. Син сумасшедший, так как он называет Артбега слабаком за то, что тот не разрушил город, и объясняет, что именно поэтому он сейчас мертв. Он заявляет, что просто пытается присматривать за ними как их товарищ, но при этом задается вопросом, действительно ли он на их стороне. Она указывает на то, что он всегда пропадает в критические моменты. Он никогда не помогает им, но все время ведет себя так, будто он выше их всех. Эти слова пронзают маленького лисенка насквозь, поэтому он извиняется, а Персиваль просит Энн перестать кричать на него. Энн чувствует себя намного лучше и приказывает остальным последовать ее примеру. Теперь мы понимаем, почему гениальный лисенок вел себя именно так, когда он объясняет, что якорь дает гораздо больше силы, чем плач или хандрания. Син специально разозлил ее, чтобы она могла вернуться к себе прежней. Син задается вопросом, не считает ли Персиваль себя частью группы из-за того, что сказала Энн. Но он шокирован, когда Персиваль просто говорит, что его присутствие рядом делает его счастливым. Остальные зовут его к себе, и Син радуется, когда Персиваль просит его пойти с ним. Они добрались до запутанного леса, и Персиваль вспоминает, как его дедушка рассказывал ему об этом. Говорят, что если кто-то войдет в него, то уже никогда не сможет выйти, поэтому группа решает заманить своих преследователей в ловушку внутри. В другом месте Пелегард сообщает королю Артуру, что один из черных талисманов потерпел поражение. Это сделал один из семи смертных грехов, но Артур не слишком беспокоится, так как их осталось четыре. У них есть работа, которую нужно выполнить, и он ожидает, что они ее выполнят. Пелегард предлагает разобраться с ситуацией, но Артур предпочел бы, чтобы он помог ему найти жену. Пелегард считает, что Айронсайт лучше подходит для этой работы, поэтому Артур просто решает позволить Пелегарду делать то, что он хочет. Пелегард радостно убегает, так как ему не терпится увидеть, насколько вырос Персиваль. Затем мы видим, что все уже в лесу. Группа Черный Талисман решает разделиться и собраться там через 10 минут, держа в руках головы Персивале и его друзей. В другом месте Син объясняет, что он установил круг, который скрывает их магию. Черный Талисман не сможет обнаружить их, и они смогут ощутить только магию Мини Персиваля. Нейсон решает, что сейчас самое подходящее время проверить действия роговой пыли, которую он собрал в деревне, но все идет не так хорошо. Однако с ним все в порядке, так как он просто разволновался и прикусил губу. Как раз в этот момент один из черных Талисманов находит Мини Персиваля, и наша группа начинает действовать. Этот парень хочет знать, кто такой Персиваль, но решает просто уничтожить их всех. Он начинает с того, что сбивает с ног Энн и Нейтана и объясняет, что падение с такой высоты означает верную смерть. Донни шокирует этого высокомерного парня и использует свою способность к левитации, чтобы поднять двух своих друзей обратно. Они объединяют свои силы, чтобы нанести удар, но этот парень просто считает это забавным времяпрепровождением. Син говорит, что он только что едва избежал смерти, а этот парень объясняет, что может читать все их движения. Он говорит какую-то чушь и показывает, что уже знает, что они используют приманки, чтобы расколоть его команду. Этот парень нападает на них всех, и Син говорит Персивалю и остальным, чтобы они покрыли все свое оружие магией. Они делают это, и атака парня покрывает их всех странной жидкостью. Его следующая атака разрушает ветку, на которой они находятся, но Донни использует свою силу, чтобы удержать всех на ногах. Их враг в форме лимонной головы наносит Донни серьезный урон, используя самые легкие удары. Однако Донни не может защитить себя, поэтому Персиваль приходит ему на помощь. Этот злой парень увидел, как он приближается, и ударил Персиваля ногой прямо в грудь. Син хочет, чтобы Персиваль использовал свою магию и вывел всех оттуда, но их противник просто продолжает использовать свои детские удары. И не может понять, как этот парень наносит так много урона этими крошечными ударами, и он показывает, что что это ослабляющее заклинание называется увядание. Син думал, что это только ослабит металл, вот почему он сказал ему только беречь свое оружие. Этот парень целится Натану в шею, шокируя всех, но он на удивление невредим. Натан объясняет, что даже одна доза порошка из рога, которую он съел ранее, значительно увеличивает силу и выносливость человека. Затем Натан выпускает туман и шокирует этого чувака атакой, которая наносит серьезный урон. Если Натан проглотит яд хотя бы один раз, он сможет сделать из него свой собственный. Так что этот злой парень теперь тот, кто ослаблен. Персиваль заканчивает бой одним ударом, и Син объявляет, что он побежден. Персиваль переносит всех, используя свою магию, но Син удивляется, почему он спас врага от падения. Персиваль просто говорит, что убивать нехорошо, и он не хочет этого делать, кто бы это ни был. Нейтан не хочет, чтобы Персиваль перенапрягался, перевозя их всех, но этот парень указывает, что это самое малое, что он может сделать. Нейтан рисковал своей жизнью, чтобы спасти их, применяя потенциально опасные препараты на себе, так что все они вносят свой вклад. Однако Персиваль заметно замедляется, поэтому Син предлагает им остановиться, чтобы он мог немного восстановить свою магию. Именно в этот момент они понимают, что за ними гонятся. Их преследователи едут на лошади, которая на самом деле является еще одним мистическим зверем, похожим на Сэрону Носа из Чистилища. Артур дает своим рыцарям миньонов, зверей и магию, чтобы эти ребята были уверены, что смогут остановить Персиваля. Странная цыпочка использует свой посох, чтобы вызвать несколько снарядов, а нарождающийся говорит Персивалю просто опустить их, так как он явно испытывает трудности. Затем Леди вызывает стену, и Персиваль больше не может продолжать полет. Они подпрыгивают до самой земли, где обнаруживают, что Персиваль полностью обессилен. Нейтан тоже устал, и он объясняет, что это побочные эффекты от употребления порошка из рога Церну Носа. Персиваль полон решимости защитить всех своих друзей, но появляется большой злой парень и заявляет, что он снесет им головы. Персиваль предлагает им себя при условии, что они отпустят его друзей, но Джаггернаут отказывается и объясняет Персивалю, что его друзья здесь по их собственному выбору. И что они должны быть вместе. Они будут сражаться на его стороне. Их противники отказываются представляться, но Натан уже знает, что они – это Бери-чародея, и Дора нокаутирует непобедимого. Бери шокирован тем, что знает их имена, а Син предупреждает, что эти двое не будут такими слабаками, как Донни Головый. Только несколько избранных в Камелоте должны знать, кто они такие, поэтому Берги задается вопросом, кто же на самом деле этот лисенок. Энн заявляет, что именно они с Донни будут сражаться с этими двумя, но их противники, похоже, совсем не напуганы. Донни пытается придумать план нападения, но Энн оскорбляется и бросается в драку. Донни остается один на один с огромным Джеггернаутом и быстро понимает, что ему конец, если он получит удар. Донни левитирует его прочь, но магия Доринокса освобождает его. Его магия называется удар, и она действует на расстоянии в два раза большем, чем магия Донни. Это означает большие неприятности для Донни, и Дорнак недоумевает, откуда лисенок так много о них знает. Энн занята тем, что уклоняется от всевозможных атак Берги, а Тим указывает, что все они исходят от ее персонала. Он инструктирует Энн целиться в персонал, но это легче сказать, чем сделать. Энн оттесняют назад, но Син блестящий стратег и приказывает Донни поднять Доринека. Это заставляет Доринека использовать свои способности, но Энн толкает прямо на Берджи, выбивая ее посох. Энн избавляется от посоха, но Берджи раскрывает свою способность под названием Мираж. Берджи думает, что она закончит бой своей следующей атакой, но Энн на удивление способна атаковать настоящую Берджи, и она объясняет, что ее глаза всегда видят правду. Донни не перестает убегать, спасая свою жизнь, поэтому Дорнек предлагает сразиться с ним честно без применения магии. Донни согласен, но все его друзья считают его сумасшедшим, раз он хочет сразиться с Великаном лицом к лицу. Они уверены, что его маленький нож не сможет победить топор Великана, но Донни каким-то образом удается нанести первый удар. Донни наносит еще один, заставляя всех задуматься, почему он не использовал эти навыки раньше. Остальные не могут поверить, когда Донни говорит, что ему просто не нравится заставлять людей истекать кровью. Но на этот раз у него нет выбора, поэтому он разрезает этого Джаггернаута на куски. Однако Дорнек невозмутим, он напрягает свои гигантские мышцы так сильно, что его раны заживают. Дорнек использует свою магию, чтобы отбросить Донни назад, заставляя его понять, что его магии будет недостаточно, чтобы победить этого парня. Донни думает, что его магия просто поднимает предметы вверх, но Син указывает, что он просто связан с собственным воображением. Син советует ему представить Донорака как камешек на земле и схватить его. Донни указывает, что Донорак намного больше камешка, но он все равно это делает. Затем Син напоминает ему обо всех тех вещах, которые он может сделать с помощью камешка, и Донни наконец понимает, что к чему. Донорак не думает, что Донни может что-то сделать, но Донни объясняет, что если этот парень камешек, то он может легко его бросить. Донни запускает этого бегемота и отправляет его в полет через несколько деревьев. Донни не может в это поверить, и Син объясняет, что его магия заключается не только в том, чтобы поднимать предметы. На самом деле это называется телекинез, и это способность свободно перемещать предметы по своему желанию. Все празднуют победу над тремя своими преследователями, но они признают, что во многом это произошло благодаря руководству Сина. Персиваль хочет знать, кто он на самом деле, но их внимание переключается на разъяренного Дарнака. Затем они еще больше шокированы, когда лидер темных талисманов мгновенно появляется из ниоткуда и забирает у Персиваля гроб с миром. Видеозапись едва не обрывает жизнь Персиваля, но быстро синхронизируется, чтобы сбить Персиваля с толку. Это спасает его от смерти, но он все равно страдает от нападения. Донни быстро отбивает меч и отправляет парня в полет. У Персиваля сотрясение мозга, но что еще более тревожно, так это то, что они вообще не могли почувствовать своего врага. Фитич явно является их лидером, и он запустил камнем в Донни. Донни остановил его, но Фитич узнал, что его магия эффективна только в радиусе 25 футов. Его следующий камень попадает в Донни, и это показывает ему, что Донни может двигать только те предметы, которые он видит. Донни в очень плохом состоянии, так что Натану нужно остановить кровотечение. Фитич объясняет своей команде, что он не решался убивать Персиваля и его друзей, когда ему впервые рассказали об этой работе. Король Артур приказал ему это сделать, поэтому он решил, что по крайней мере сделает это точно и безболезненно. Однако Фитич передумал и не хочет, чтобы они умирали в муках. Это еще не все, потому что он, во-первых, хочет увидеть их искаженные ужасом лица, когда они почувствуют вкус настоящего отчаяния. Наши герои в плохом состоянии, и Персиваль потрясен, увидев, что плохой парень, которого он спас от падения, вернулся к плохим парням. Фитич использует какой-то сверхмощный шар, чтобы исцелить свою команду, и наши герои не могут поверить, что вся их работа была напрасной. Все понимают, что проиграли, и начинают терять всякую надежду. Нейтан, по крайней мере, рад быть рядом с Персивалем в самом конце, но Персиваль заявляет, что никогда не сдастся. Остальные говорят ему, что этого достаточно, но Персиваль настаивает, что он защитит всех своих друзей. Он отказывается снова терять тех, кого любит, и Син очень гордится этим молодым человеком. Погружение в отчаяние ничего не даст, поэтому он отдает должное Персивалю за то, что он хочет бороться до самого конца. Син говорит, что он доверяет Персивалю, и именно таким должен быть настоящий рыцарь апокалипсиса. Воодушевленный Донни заявляет, что он тоже верит в Персиваля, поскольку он всегда помогал им в самых сложных ситуациях. По мере того, как растет вера его друга в Персиваля, растет и его сила. Натан присоединяется к ним и заявляет, что они будут поддерживать его до самого конца. Появляется еще больше Персивалей, и Эн заявляет, что она не поддастся этому отчаянию. Персиваль способен впитать в себя все чувства своих друзей и направить их в атаку. Темный талисман шокирован мечом Персиваля, поэтому Дарнак бросается в атаку, чтобы превзойти его способности. Персивалю удается заблокировать удар, но в процессе его отбрасывает назад. Однако его друзья восстановились, и все они заявляют, что снова могут сражаться. Фетич поражен, увидев, что отчаяние полностью исчезло из их глаз, и все это из-за нескольких слов, сказанных между ними. Фетич понимает, что им нужно избавиться от того, кто их ведет, но это неожиданно оказывается грехом. В бою главное уничтожить мозг врага, и Фетич решил, что именно благодаря греху Персиваль его друзья выжили так долго. Персиваль пытается спасти Сина, но Фетич использует другой шар, чтобы разделить их в магическом кубе. Все члены темного талисмана указывают на то, как Син вмешивался в драку, и Фич даже знает, что он подставил Персивалю подножку, заставив уклониться от его атаки. Син был причиной нападения Берги и смог пережить его, а также причиной того, что Донни смог пробудить свою силу. Фетич определяет, что Син – самый опасный из них всех, и предсказывает, что он принадлежит самому королю Леониса. Затем он делает ему предложение. Если он расскажет им то, что они хотят знать, то он позволит Сину умереть безболезненно. Однако если он откажется, они покажут ему, что такое настоящее отчаяние. Син хочет быть уверенным, что дети будут освобождены, но Непоседа говорит, что они не могут этого сделать, поскольку вся их миссия заключается в уничтожении Ночи Пророчества и его группы. Персиваль и его друзья отчаянно пытаются спасти его, и Персиваль напоминает Сину, что они должны были отправиться в Леонис вместе. Син приносит свои извинения, так как надеялся остаться с ними подольше, но их совместному путешествию пора заканчиваться. Фетич требует, чтобы он выбрал, какую смерть он хочет, но Син просто говорит ему идти пинать камни. Фетич решает, что он выбрал отчаяние, так что согласно Сильвании, другие кричат Сину, когда Фетаж убивает его. Удивительно, но Син кажется исчез, а в лимонную головку попало несколько стрел. Официально он мертв, но они понятия не имеют, откуда прилетели стрелы. Син единственный, кто мог это сделать, но они не могут понять, как. Бурги пытается убить Син, но ее атаки проходят прямо сквозь его тело, и она становится следующей, в кого попадают стрелы. Фетич предупреждает Доронека, чтобы он не использовал свою магию в Кубе, но идиот все равно это делает. Таинственный человек буквально протыкает Доронеку внутренности, и Фетич пронзает насквозь его союзника. Он требует знать, кто этот таинственный человек, и Персиваль тоже удивляется. Этот могущественный боец наконец-то раскрывает свою личность и представляется как Ланселот. Они все ошеломлены, увидев, что Син на самом деле человек, но Фетич никогда раньше не слышал об этом могущественном человеке. Фетич думает, что он должен был слышать о ком-то столь же могущественном, как он, но Ланселот указывает, что слухи распространяются только живыми. Те, кто пытается бороться с ним, не подпадают под эту категорию. Фетич думает о том, что главная способность Ланселота до сих пор остается загадкой, поскольку он каким-то образом смог поразить точки давления Элджина и Берджа в одну точку. Его удар также был достаточно мощным, чтобы устранить дверную ручку, поэтому Фетич решает, что он должен убить Ланселота, не давая ему ни малейшего шанса нанести ответный удар. Ланселот говорит ему поторопиться и перестать так много думать, поэтому Фетах показывает ему, почему его зовут Тандерклаб. Фетах двигается с невероятной скоростью, но не может нанести ни одного удара. Ему просто нужно нанести один удар, но скорость реакции Ланселота просто немыслима. Ланселот шокирует всех, когда уничтожает этого быстрого парня, даже не вынимая рук из карманов. Ланселот хочет знать, носит ли кто-нибудь из друзей Фитча шлем с козырьком в форме звезды, но он может сказать, что Фитч лжет, когда говорит нет. Затем Ланселот хочет знать, знает ли Фитч, где находится некто по имени Дабс, но он, по-видимому, способен читать мысли Фитча и могу сказать, что он этого не делает. Фитча отменяет гигантский куб и садится на своего коня, чтобы отправиться обратно в Камелот. Он планирует рассказать там всем о Ланселоте и заявляет, что его будут безжалостно преследовать, прямо как в четырех ночах апокалипсиса. К несчастью для этого парня, Симбарс забирает нож Донни и использует его для атаки под названием «Сияющая дорога». Фитч изо всех сил пытается уклониться от удара, но это бесполезно и он удаляется. Син – страшный чувак, он повторяет, что никто из тех, кто бросает ему вызов, не выживет, чтобы рассказать об этом. Талисман короля Артура разбивается, доказывая, насколько опасными могут быть две недели апокалипсиса. Артур задается вопросом, не следует ли ему уделить им больше внимания, чем поиском своей невесты, и Мерлин тут не поможет. У Донни чуть челюсть не отвисла после того, как он увидел силу Ланселота, и он задается вопросом, не является ли он каким-то монстром. Остальные понимают, что Ланселот должно быть был тем, кто уничтожил всех монстров в Тристании. И они в ужасе от него после того, как он просто уничтожил всю группу без предупреждения. Не моргнув глазом, Ланселот может слышать их мысли и думает о том, что их страх – это то, что происходит всякий раз, когда он показывает свою силу. Однако именно в этот момент он слышит, как Персиваль думает о том, как он рад. Персиваль внимает Ланселота и выражает облегчение от того, что с его другом Сином все в порядке. Персиваль понятия не имеет, чтобы он сделал, если бы что-то случилось с его приятелем Сином. Но Ланселот пытается объяснить, что он больше не Син. Персивалю все равно, как его зовут, и он называет его просто другом. Ланселот возвращает Донни меч, а Энн хочет знать, почему он притворился лисом. Она предупреждает, что ему не будут доверять, если у него не будет хорошего ответа, но старый добрый Персиваль обещает доверять ему, несмотря ни на что. Ланселот объясняет, что служит королю Леонида, и группа приходит в шок, когда он готовит несколько стрел. Они думают, что сейчас он пустит их в ход, но он просто стреляет в землю. У Ланселота две цели, и одна из них – выследить потенциального члена четырех рыцарей Апокалипсиса и доставить его и его группу в королевство. После того, как он нашел их, его задачей было направлять их, вмешиваясь как можно меньше. Им нужно было убедиться, что у рыцаря пророчества и его союзников хватит воли и решимости преодолеть любое препятствие на их пути. Когда Ланселот хоронит своих врагов, он объясняет, что замаскировался под лесу, потому что не хотел, чтобы враг его обнаружил. Персивалю интересно, кто те люди, о которых он спрашивал, но Ланселот держит это в секрете. После похорон Ланселот разбрасывает на могилах семена, чтобы их враги могли продолжать жить, принося новую жизнь в лес. Поскольку Ланселот может превращаться и читать мысли, Назимс задается вопросом, не из клана ли он фей. Ланселот не отвечает прямо, но это все, что нужно было услышать Персивалю, и он приходит в восторг от того, что этот чувак умеет читать мысли. Персиваль пытается заставить его угадать, сколько раз он мысленно произносит какашки, но Ланселот не соглашается. Именно в этот момент Ланселот чувствует чье-то приближение, и мы видим, что это Пелегард. Все потрясены, увидев этого парня снова, и Пелегард просто хочет знать, стал ли Персиваль сильнее. Ланселот объясняет, что у них нет времени возиться с этим парнем, и телепортирует всех прочь точно так же, как он сделал с этим парнем в прошлый раз. Все были шокированы, когда Ланселот сообщил, что они наконец-то в Леонисе. Он сказал им всем собраться вместе, так как король ждет встречи с ними. Все поражены тем, какой огромный Леонис, а Энн приходит в восторг, когда ей кажется, что она видит святого рыцаря. Остальные смущены тем, как она себя ведет, но она отмечает, что она не так плоха, как Персиваль. Она права, потому что Персиваль потрясен, увидев, какие все дома большие. Ланселот ведет их всех к королю, но ему говорят, что его там нет. Один стражник говорит, что король отправился на вечеринку, но его быстро заставляют замолчать. Уже слишком поздно, так как Ланселот уже услышал его и решил, что им придется убить немного времени. Однако вскоре они понимают, что Персиваль исчез. Персиваль занят тем, что восхищается гигантскими домами и натыкается на какого-то парня, у которого больная спина. Его зовут Дрейфус, и он говорит Персивалю, что тот может уйти, но мальчик видит, что этот бедный парень нес кучу вещей. Дрейфус отправляется в клинику, но он объясняет, что с ним все в порядке, потому что какой-то ребенок что-то сделал с его спиной. В другом месте Персиваль уносит куда-то коробки парня, и таинственный молодой человек окликает его. Он помогает Персивалю найти место, куда тот направляется, и Персиваль рассказывает ему о том, что произошло. Этот таинственный человек заинтересовался мечом Персиваля, и Персиваль объясняет, что это часть предмета, который называется гроб вечной тьмы. Этот таинственный человек таинственным образом говорит, что Персиваль – это он, но делает вид, что на самом деле он ничего не говорил. В конце концов они добираются до шляпы кабана, которая называется так потому, что раньше была на голове гигантского кабана. Персиваль не может поверить, что кабан может быть таким большим, но еще больше он потрясен, узнав, что это заведение принадлежит его новому другу. Персиваль умирает с голоду, поэтому этот таинственный человек предлагает приготовить ему еду в качестве оплаты за доставку. Он готовит особый пудинг с кабаней головой, и Персиваль объясняет, что никогда раньше не пробовал пудинг. Он с восторгом набрасывается на аппетитное блюдо, но странное сочетание вкусов заставляет его задуматься, не яд ли это на самом деле. Вкус настолько странный, что у него даже начинаются галлюцинации. Друзья Персивали ищут его в другом месте, и Ланселот решает разделиться. Вернувшись в кабанью шляпу, Персиваль все еще находится в плохом состоянии из-за ужасной еды и просыпается в холодном поту. У него ужасные ощущения в голове и желудке, но Персиваль потрясен, когда этот таинственный человек знает его имя. Таинственный человек указывает, что он знаком с брошью Персиваля Аураборис и его шлемом. Этот парень даже знаком с Варкисом, и он понятия не имел, что внук Варгиса в конечном итоге станет одним из четырех рыцарей апокалипсиса. Этот парень точно многого не знает, поэтому Персиваль требует, чтобы он сказал ему, кто он такой. Этот парень успокаивает нашего мальчика и, наконец, открывает, что он Мелиодус, владелец Таверны и король Леониса. Мелиодус уверен, что Персиваль должно быть шокирован этой новостью, но Персиваль громко смеется, так как не верит ему. Персиваль думает, что он просто ребенок, но Мелиодус говорит ему, что его реальный возраст не имеет значения. Мелиодус приветствует его в Леонисе, и Персиваль понимает, что он говорит серьезно. Персиваль хочет знать, зачем Мелиодус привел его туда и действительно ли он уничтожит мир, потому что он один из четырех рыцарей. Он также хочет узнать больше о короле Артуре, но самое главное, он хочет знать, почему его дедушка должен был умереть. Мелиодус на самом деле не знал, что в арке скончался, но он предпочел бы обсудить все это, когда соберутся все остальные. Мелиодус берет его с собой на прогулку, и они останавливаются у клиники. Там находятся Дрейфус и Хендриксон, и Мелиодус рассказывает, что когда-то они были святыми рыцарями. Хендриксон хочет знать, откуда у Персиваля предмет, похожий на джедая, который был на спине Дрейфуса. Первый предмет исчез, но он отчаянно хочет его осмотреть. Мелиодус забирает Персиваля оттуда и отвозит его к лучшему корму в Леонисе. Там проходит величайшая священная ночь, и Мелиодус удивлен, что Персиваль уже знаком с Хаузером. Пока они гуляют по городу, становится совершенно ясно, что Мелиодус очень нравится людям. Там есть на что посмотреть, и Мелиодус приглашает Персиваля попробовать рыбные пироги. Они натыкаются на какого-то великана, и он берет их с собой на небольшую прогулку. Мелиода смашет всем восхищенным горожанам, и они вдвоем наслаждаются волшебными ягодами. Великан приносит их Персивалю, и он видит, насколько разнообразен город. Мелиодус объясняет, что все они смешались со времен Священной войны 16 лет назад. Персиваль интересуется, есть ли там кто-нибудь из клана демонов, но Мелиодус смеется над этим и задается вопросом, что за чудак хочет жить с демонами. Персиваль объясняет, что он совсем не ненавидит демонов, и на самом деле встретил несколько действительно милых существ в маленькой деревушке. Персиваль становится хитрым и говорит на языке демонов, но он шокирован, когда узнает, что Мелиодус тоже это знает. Мелиодус показывает ему удивительный вид и рассказывает о маленьком народе, живущем на вершине горы под названием Даркмонд. Персиваль может сказать, что все люди, живущие в Леонисии и его окрестностях, по-настоящему счастливы, но Мелиодус неожиданно показывает, что так будет не очень долго. Скоро произойдет что-то действительно плохое, и Мелиодасу нужна помощь Персиваля. Четыре ночи апокалипсиса – это дети, избранные для спасения мира, но Персиваль не думает, что у него есть такая сила. Но еще хуже то, что ему сказали, что все четыре рыцаря – это большие бедствия, которые уничтожат мир. Мелиодус расстроен тем, что Ланселот не рассказал ему всю историю целиком, так что ему придется объяснить все как следует. С этим придется подождать, пока не соберутся все четыре рыцаря, поскольку Мелиодусу сообщат, что принц вернулся из своего путешествия. Принц нашел одного из четырех рыцарей пророчества, но есть какая-то проблема. Именно в этот момент Персиваль замечает что-то блестящее, и Мелиодас озадачен, когда мальчик просто исчезает. Персиваль с нетерпением гонится за блестящим предметом, но из-за этого он просто врезается в очень раздраженную женщину. Персиваль лишил ее невинности, поэтому она требует, чтобы он снял с себя всю одежду. Персиваль подвергает сомнению эту просьбу, и она говорит, что это потому, что она планирует раздавить его мужское достоинство. Эту девушку зовут Изали, и она гоняется за своим мальчиком по всему городу. Парень по имени Чан говорит, что он всего лишь ребенок, и ей следует оставить его в покое, но у его приятеля другое мнение. Он считает, что вместо этого им следует просто помочь, так как он заметил, что у ребенка в руках часть гроба Вечной Тьмы. Он был захвачен Камелотом, поэтому он предполагает, что этот ребенок должно быть рыцарь Хааса, который служит Артуру. Чайон думает, что он просто выглядит как обычный ребенок, но они с Джейд все равно останавливают Персиваля. Они святые рыцари, и они говорят Персивалю, служащему королю Артуру, готовиться к смерти. Италия сразу же убеждается, что Персиваль – враг королевства, но Персиваль отрицает все обвинения. Он начинает объяснять, что его привез король Леониса, но тут же теряет дар речи. Чайому интересно, что он собирался сказать, но Джейд говорит, что это не имеет значения, хотя мы видим, что именно он лишил Персиваль голоса. Ситуация становится по-настоящему серьезной, когда ведущая начинает свою атаку, но Троион считает, что они должны просто забрать ребенка для допроса. Джейд решает, что вместо этого они устранят его, так как это будет легко. Персиваль пытается объяснить, что он забрал часть гроба у плохих парней, но они не слышат его слов. Его жесты выглядят враждебными, поэтому они предполагают, что он хочет драться. Чонг убежден, что этот парень может подвергнуть горожан опасности, поэтому он готовится сражаться вместе с другими. Становится ясно, что они не собираются переубеждать Персиваля, поэтому Персиваль решает, что он тоже должен сражаться. Именно Италия инициирует драку, и Персивалю по какой-то причине становится действительно трудно дышать. Италия говорит ему, что он не сможет убежать, и дыра, которую она проделала своим оружием, взорвется. Люди начинают обращать на это внимание, но Джейд говорит, что им просто нужно победить ребенка до того, как прибудут другие святые рыцари. Персиваль намного сильнее, чем Джейд думала. Нечто, называемое Сильфидой, лишило его голоса и дыхания, но Персивалю каким-то образом удалось остаться в сознании. Изали наконец готовы уничтожить Персиваля, но они ошеломлены, когда Персиваль останавливает ее своей магией. Сильфида перестает делать свое дело, и Джейд решает, что она, должно быть, испугалась магией Персиваля. Персиваль возвращается в нормальное состояние, а Италия замечает, что его гелевый монстр смог поглотить ее магию. Маленький монстр Персиваля начинает обратный отчет и направляет на нее собственную магию Италии. Персиваль снова пытается объяснить, кто привел его в Леонис, но что-то еще снова останавливает его. Его окружает темнота, но он слышит приближающиеся шаги. Это Джейд, и Чан говорит ему, что они не могут допустить, чтобы жертва Италии пропала даром. Италия указывает на то, что она все еще жива, но уже слишком поздно, так как Джейд готовится отомстить за ее смерть. Именно в этот момент Джейд останавливают, и друзья Персиваля прибывают, чтобы спасти его. Персиваль рад, что взвод Тристана отправит их на тот свет. Джейд решает дать Сильфиде еще один шанс, поэтому он использует его, чтобы забрать все их голоса. После этого Исали наносит несколько ударов своим оружием, и Персиваль чувствует кровь на руке Эн. Исали заявляет, что такие злодеи, как они, никогда не смогут победить взвод Тристана, но Персиваль настроен очень серьезно. Они задаются вопросом, не напуган ли он, но что-то здесь не так. Персиваль говорит мрачным голосом, словно одержимый, и произносит какие-то странные слова, которые наводят ужас на взвод Тристана. Именно в этот момент взводу приказывают остановиться, и мы видим, что это принц Тристан. В другом месте несколько охранников извиняются перед Мелиодусом за то, что потеряли Персиваля, и он решает поручить поиск ребенка Ланселоту. Мелиодус отправляется повидаться с предыдущим королем по имени Бартра, так как он в плохом состоянии, и ему только что приснился плохой сон о четырех рыцарях апокалипсиса. Это предзнаменование, которое произойдет, когда Луна и Гром благословят их королевство. Он объясняет, что четыре рыцаря скоро соберутся вместе. Однако из-за убийцы Хааса и клинка предателя, надежда снова будет утрачена. Вернувшись к нашим героям, принц Тристан останавливает атаку своей группы и сообщает, что он только что закончил сопровождать одного из рыцарей пророчества в замок. Чиян объясняет, что эти люди рыцари Хааса на службе у короля Артура, но Тристан вовсе не думает, что они выглядят злыми. Они борются за выживание, так что Тристан может сказать, что Чон использовал сельфиду. Тристан говорит ему остановиться и ругает их за то, что они зашли слишком далеко. Италия отстаивает свою точку зрения, указывая на то, что часть гроба находится у этих людей, но Тристан рассказывает, что ему сказали, что часть гроба была захвачена союзником. Чанг называет Персивали счастливчиком за то, что он не стал жертвой нападения на себя, но Персиваль сам на себя не похож. Он думает только о том, что снова остался один и сердито хватает Чана за руку. Разъяренный Персиваль обвиняет их в том, что они забрали его друзей и отталкивает Чана в сторону. Чанг кричит от боли и показывает, что Персиваль сделал что-то ужасное с его рукой. Одержимый Персиваль не дает Джейд помочь ему, но Тристан останавливает его. Персивали отправляют в полет, но он по-прежнему произносит странные слова, которые слышал раньше. Тристан поднимается в воздух, чтобы встретиться с ним, и заявляет, что если Персиваль служит королю Артуру, то они враги. Тристан обеспокоен странным языком, который он использует, и его диким стилем нападения. Тристан использует прием под названием «мерцающая звезда», но он не работает, что означает, что Персиваль не демон. Персиваль отбрасывает этого парня назад, так что Тристан наносит ответный удар своими мечами. Персиваль падает, и остальные хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы сразить его окончательно. Тристан предпочел бы не проливать кровь, но он решает, что у него нет другого выбора. Он потрясен, когда друзья Персиваля встают на его защиту, но он предупреждает их, что они в смертельной опасности. Друзья Персиваля знают, что им лучше знать. Они заявляют, что Персиваль всегда будет Персивалем, несмотря ни на что, и они никогда не оставят его в покое. Это именно то, что ему нужно было услышать, когда магия начнет стабилизироваться. Донни сообщает им, что Персиваль – один из рыцарей Апокалипсиса, и его пригласил король. Эта группа быстро осознает свою ошибку, и Джейд освобождает Персиваля от его магии. Все друзья плачут после этого ужасного испытания, но они истощены и падают в обморок. Персиваль спешит исцелить их, но он помнит, что его магия не сработает без их эмоций. Тристан выходит вперед, чтобы исцелить их, и все поражены тем, насколько сильным было исцеление. Все счастливы видеть друг друга, и вдобавок ко всему магия Персиваля возвращается. Персиваль восхищается силой Тристана, но ему интересно, что не так с его глазами. В Италии рассказывают, что Тристан унаследовал кровь клана богини, и он может исцелить кого угодно от чего угодно. Тристан, правда, не может починить одежду, но нашим героям это совсем не смешно. Италия требует, чтобы они все это делали, но они даже не поняли, что он пошутил. Тристан отправляется лечить Чайна, а Персиваль, похоже, даже не подозревает, что это он его ранил. Тристан в шоке, когда его исцеляющая магия не срабатывает, поэтому он задается вопросом, не является ли это каким-то проклятием. Единственное, на что его исцеление не действует, это болезни и проклятие, так что им придется обратиться за советом к матери Тристана. Чайон в ярости и говорит, что если его руку не удастся вылечить, то его карьере рыцаря конец. Он во всем винит Персивале и требует знать, как тот заплатит за это. Друзья Персивале говорят, что это они виноваты в том, что набросились на него, но затем все приходят в шок, когда Персиваль хватает Чайна за руку. Персиваль использует свою собственную магию, но Чайн боится, что он делает что-то ужасное. К счастью для него, наш мальчик Персиваль хороший мальчик, и он потрясающе способен исцелить руку Чайна. Никто не может поверить в то, что они только что увидели, и Тристан задается вопросом, что же это было за волшебство. Персиваль даже не уверен, но он решил, что сможет исцелить его, потому что именно он причинил ему вред. Тристан советует Чайну подумать и извиниться перед Персивалем, так что он именно это и делает. Донни раздражается, когда он называет это маленькой путаницей, но невинный Персиваль понимает, что иногда такова жизнь. Тристан разочарован в группе, поскольку пророчество идеально описывает Персиваля. У него зеленые волосы в форме крыльев птицы. Кроме того, Тристан знает, что его отец сказал Чайну, что у их союзников есть фрагмент гроба. Остальные в ярости из-за того, что Чайн скрыл от них эту информацию, но Чайн просто говорит, что забыл. Он пришел в восторг, когда увидел, как Италия преследует ребенка и решил, что он рыцарь Хааса. Энн достаточно одного взгляда на этого парня, и человеческий детектор лжи может сказать, что он говорит неправду. Айли смущается, когда объясняет, почему она преследовала Персиваля. Персиваль лишил ее невинности, которую она берегла для Тристана, и она не могла позволить ему уйти безнаказанным. Айли не может справиться со смущением и прощается с ним. Они все решили начать все сначала, поэтому представились друг другу. К моему удивлению, Тристан также оказался одним из четырех рыцарей Апокалипсиса. Вдобавок ко всему, группа только сейчас осознала, что он – Тристан Леонис, принц Леониса. Он объясняет, что их присутствие здесь означает, что все четыре рыцаря Апокалипсиса находятся в королевстве. Наша группа обращает внимание на то, что Тристан, Персиваль и человек, которого привел Тристан, составляют всего три рыцаря. Но Тристан указывает на то, что они забывают о человеке, который привел их сюда. Наша группа в замешательстве на первом месте, но они понимают, что Ланселот также является одним из четырех рыцарей Апокалипсиса. Ланселот прибывает и шокирует всех, когда обнаруживает, что закись азота и отродье сбежали. Всем им было поручено найти этого рыцаря, и они должны сделать это до того, как это станет международной проблемой. Они решают разделиться, и Ланселот отправляется в одиночку, но первый хочет узнать о четвертом рыцаре. Четвертого рыцаря зовут Гавейн. Это высокая фигура, одетая в белоснежные доспехи с золотой отделкой. Все поражены, и Тристан объясняет, что Гавейн, как говорят, использует золотую магию. Всем не терпится услышать больше, но это все, что у него есть. Тристан даже не знает, мужчина это или женщина, так как Гавейн был в доспехах на протяжении всего путешествия. Ланселот знает, что Тристан что-то скрывает, но отрицает это. Ланселот угрожает рассказать всем, поэтому Тристан просит его перестать читать его мысли. Тристан наконец-то признается, что Гавейн – кровный родственник короля Артура. Все беспокоятся о том, что Гавейн – враг, и именно поэтому Тристан хотел сохранить это в секрете. Ланселот заявляет, что они все еще являются одними из четырех рыцарей и приказывает всем начать поиски. Наша группа задается вопросом, действительно ли они могут доверять кому-то, кто связан с королем Артуром, но Персиваль еще не решил. Он отмечает, что его отец работает на короля Артура, но это не значит, что Персиваль не хочет победить его. Группа только сейчас осознала, что у них не было ни минуты покоя с тех пор, как они прибыли в Леонис, поскольку события продолжают происходить одно за другим. Но самой странной вещью из всех было превращение Персиваля. Магией и язык, который он использовал, были ужасающими, но Натан приносит извинения за то, что затронул эту тему. Персиваль объясняет, что он действительно думал, что все его друзья умерли, поэтому он не мог ни о чем думать. Он даже не помнит, что произошло. Однако точно так же, как когда Персиваль чуть не проиграл Айронсайду, его друзьям удалось оттащить его от края пропасти. Персиваль благодарит своих друзей за то, что они остались рядом с ним, но все они и представить себе не могли, что может быть по-другому. Нарождающийся готовится признаться, что Персиваль на самом деле значит для него, но Персиваль уже знает, что он его подопытный кролик. Затем они обсуждают, насколько близкими казались Тристан и Ланселот. Персиваль задается вопросом, может ли Ланселот сам быть принцем, но другие не могли себе этого представить. А потом говорит им, чтобы они не доверяли Чайону, потому что он солгал. Он напал на Персиваля, прекрасно зная, что тот был одним из четырех рыцарей. Как раз в этот момент начался дождь. Персиваль заявляет, что им нужно найти Гавейна, и Донни тут же оказывается рядом с ним, заявляя, что команда Персиваля должна победить команду Тристана. Нейсон пристально смотрит на надвигающуюся бурю, и мы снова слышим королевское предзнаменование. Когда Луна и Гром благословят королевство, четыре рыцаря соберутся вместе. Однако из-за действий убийцы Хааса и Клинка Предателя, надежда будет утрачена. Неподалеку какая-то девочка бежит под дождем и заявляет, что она так долго ждала этого момента.